Друзья, всем привет! Вы слушаете и даже смотрите SD-Cast, 121 выпуск, такой сегодня необычный формат, эксперимент. Решили попробовать, мне ребята уговорили. Ну так начнем все по порядку. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, КС Даймонд, а также со мной еще много-много интересных ребят. Это, соответственно, Александр Макаров, лид проекта E-Framework, наверное, уже многим из вас известен. Саш, привет! Привет! Антон Морев, основатель и СТО компании Warmsoft. Привет! Привет-привет! И Сергей Жук, разработчик из КАЭНГ. Серега, привет! Привет! Ну, кого-то из нас вы, наверное, уже могли видеть, слышать не один раз на разных конференциях, лайвах, стримах, онлайнах и где-то еще. Но, кстати говоря, еще стоит сказать и назвать одного невидимого участника нашего мероприятия. Это Алексей Корнеев, который, в общем-то, должен был рулить всем нашим процессом. Но, надеюсь, он, тем не менее, примет какое-то участие в силу некоторых заминок. Пока что он отсутствует. Так вот, сегодня основная наша тема – это, в общем, код-ревью и как его надо проводить, какие есть для этого интересные, полезные, плохие практики. У кого что прижилось, у кого нет. И мы попробуем это обсудить на нашем опыте, привести примеры из наших реальных проектов, команд и прошлых. Поэтому должно быть очень интересно. Но вначале давайте по традиции, может быть, еще раз повторим для наших слушателей, для тех, кто вдруг не знает, все же пару слов про себя. Ну, давайте начнем по порядку. Вот, Антон, давай с тебя пойдем по часовой стрелке. Да-да, спасибо-спасибо. Всем привет. Меня зовут Антон Морев, и я являюсь руководителем своей небольшой студии. Мы занимаемся заказанной разработкой, и в основном это система по автоматизации бизнес-процессов. И вопрос код-ревью у нас стоит довольно-таки остро и неостро одновременно, потому что иногда мы делаем проекты типа маленьких ландосов, где код-ревью в принципе довольно-таки кажется странной тратой времени, а иногда делаем серьезные проекты по автоматизации больших-больших офисных центров, где код-ревью стоит применять. И регулярно возникает вопрос, когда стоит этого делать, когда этого не стоит делать. Собственно, поэтому я здесь оказался довольно-таки интересно на эту тему подискутировать. И также, помимо основной деятельности, у меня свой канал, я беру интервью разных интересных людей в мире IT. Недавно брал интервью у автора PHP-дайджетов Романа Пронского. Он, кстати, нас сегодня смотрит. Рома, привет. Тебе спасибо, что пришел. И я передаю право рассказать про себя Сергею Жуку. Спасибо, Антон. Всем привет. Меня зовут Сергей Жук. Я бэкэнд-разработчик Skyeng. И, скорее всего, вы меня знали или видели по моим выступлениям про синхронный PHP. И вообще, наша сегодняшняя встреча изначально родилась из моего доклада про код-ревью, где я писал свое видение, видение нашей команды в Skyeng. И все это завертелось в комментариях. Появились разные полярные точки зрения. И вот мы сегодня собрались все это обсудить. Передаю слово дальше. Саша Макаров. Я Саша Макаров. И сейчас я наиболее, наверное, известен тем, что руковожу разработкой фреймворка EI. Но, естественно, с код-ревью в опенсорсе я знаком не понаслышке. Но также я работал в достаточно большом количестве и коммерческих компаний. Совершенно разного плана. То есть, это был и Skyeng, который продуктовый, и аутсорс, и даже корпоративные гиганты типа Siemens. И везде я сталкивался с немножко разными подходами к код-ревью. Ну и вот от доклада как раз Сергея у меня прилично подгорело. Потому что часть этих практик я бы никогда не стал применять. И надеюсь это обсудить. Да, ну что же. Вот уже Саня очень хорошо как раз подвел. Давайте расскажем, как это все началось. А началось это все после выступления Сереги на одном из метапов, где он как раз-таки делал доклад про код-ревью. И как-то я посмотрел и в Твиттере написал, что тоже, что кое-какие моменты меня зацепили. И что-то мы так языком зацепились, все вместе дружно что-то пообсуждали. Поэтому сейчас мы дадим слово Сереге, чтобы он немножко такую вводную сделал, про что же был доклад, какие-то основные тезисы. Дальше попробуем про них пробежаться. Но пока, чтобы немножко как бы было интересно, давайте мы сейчас запустим голосовалочку общую про то вообще, что же должно проверяться в код-ревью. Поэтому, друзья, пожалуйста, не стесняйтесь там проголосовать. Потом в конце мы посмотрим, какие были результаты, их вместе дружно обсудим. Да, забегая вперед, скажу, что это не единственная голосовалочка, которая у нас сегодня будет. Поэтому интересно будет, как раз-таки поменяется ли мнение на некоторые взгляды. На это посмотрим. Да, голосовалку мы кинули в чатик. Но для аудио, собственно, наших слушателей скажу, что, конечно же, мы голосом все это в конце обсудим. Поэтому не переживайте, тут особо визуала никакого нету. Но, может, результаты мы озвучим. Ну что, Серега, давай расскажи про что-то у тебя был доклад, какие основные тезисы, положения и моменты. Да, давайте буквально несколько минут. Для чего вообще нам код-ревью? Этот процесс, на который мы уже тратим время, когда и код написан, и задача вроде решена. И многие думают, что код-ревью помогает нам избежать каких-то багов, когда мы строчка за строчкой читаем текст и пытаемся найти там какой-то баг. Я с этим лично не согласен и считаю, что фундаментальная цель задачи код-ревью – это шаринг знаний в команде и поиск более лучшего решения. Когда мы не просто вливаем там кучу кода в мастер, а вся команда каждый раз просматривает предлагаемые изменения, оценивает их, и тем самым знания о коде, они равномерно распределяются между всеми членами команды. И под знаниями здесь я имею в виду не какие-то, ну, имею в виду какие-то технические моменты и знания о самом домене. Наверняка многие из вас в работе в open source сталкивались с pull-request'ами, где там на тысячу строк километровые такие или просто мешанины из всего подряд. Там и рефакторинг, и фича, и какие-то мелкие изменения. И здесь ревьюеру очень тяжело оценивать подобного рода изменения, когда, к примеру, в одном pull-request'е смешан рефакторинг и фича, и ревьюеру придется оценивать сначала рефакторинг, удачен ли он, поменялось ли поведение системы, и оценивать фичу. Выполнено ли бизнес-требование, решена ли задача, и в целом удачное ли решение. И то есть если подходить к процессу код-ревью с точки зрения шаринга знаний и поиска лучших решений, то когда мы мешаем в одном pull-request'е разные изменения, мы тем самым усложняем жизнь ревьюеру, столкняем ему палки в колеса. И мы у себя в команде этот момент заметили и ввели правило, что в одном pull-request'е мы не мешаем разного рода изменения. Если это рефакторинг, то он отдельно, если это фича, то это отдельный pull-request, если какие-то простейшие изменения, то тоже отдельно. И получается, что вместо привычного подхода, когда одна задача, один pull-request, мы можем иметь несколько таких небольших pull-request'ов, каждый из которых содержит изменения только какого-то одного вида, одного рода. И каждый из реквестов является продолжением предыдущего. Такие реквесты обычно быстро и легко ревьюются, и в них гораздо больше шансов получить какой-то фидбэк, какие-то улучшения. И считаю, что вот такой вот наш подход, он будет полезен не только в интерпрайз-разработке продуктовой, но и в опенсорсе. Если на работе у меня есть какой-то регламент, я просто могу завернуть такой реквест, сказать, что переделывай, то в опенсорсе, да, здесь, конечно, такое не прокатит, и здесь нужно более деликатно подходить и как-то разруливать ситуации с километровыми pull-request'ами. Но, с другой стороны, со стороны ментейнера, мне, например, не хочется тратить свое свободное время, разбираясь в чужом коде на тысячи строк. Если я хочу это смержить, то мне придется с этим разбираться, да, потому что все это поддерживает потом именно мне. И если там реквест, в котором и рефакторинг, и какие-то мелкие изменения, и фича, и, например, рефакторинг классный, мне нравится, но фича с багом, то я не смогу смержить отдельный рефакторинг, чтобы улучшить мой код, мою либу. Мне надо будет подождать, пока пофиксят фичу, и заново ревьюить, и бесконечно с этим страдать. Поэтому мой подход такой, что максимально облегчаем жизнь ревьюеру, разбивая изменения на маленькие pull-request'ы, каждый из которых содержит изменения только какого-то одного вида. Можно так сказать, что вот тот процесс, который код-ревью ты описал, который есть, он в принципе такой, в некотором смысле, близок к идеалу, или что-то тебя еще в нем бы ты хотел улучшить? Нет, я такой, наверное, фанат, да, для меня он близок к идеалу. Хорошо, супер. Ну, сейчас мы это все обсудим, но вначале давайте попробуем просто немножко пофантазировать, какой для каждого из нас идеальный код-ревью процесс, просто понять, к чему мы стремимся. Саш, ну, скажи, как ты себе этот процесс представляешь? Если опустить, конечно, то, о чем Сергей говорил, то для меня, конечно, процесс код-ревью немножечко другой, идеальный. То есть, во-первых, из него по максимуму удалено все, что может быть автоматизировано. То есть, ну, опять же, код-стайл, соответственно, какого-нибудь автоматической тулзой проверяется, стат-анализ проводится и так далее, и так далее. То есть, ревьюер, в общем-то, должен проверять, в принципе, саму логику, саму применимость, сам бизнес-домен как поменялся. И прежде всего смотреть на соответствие вот этого. Плюс смотреть на важные штуки типа перформанса и так далее. Ну, то, что вот как раз автоматика не может засечь. У меня вот про код-ревью, наверное, вот это. Плюс, конечно, здесь много психологических именно аспектов, потому что если в коммерческих компаниях, в своей команде, ну, оскорбить кого-то тем, что ты неаккуратно в код-ревью написал, что код плохой. Вот, да. А в опенсорсе это проблема. То есть, в опенсорсе ты чаще всего просто не знаешь, чей код ты смотришь. То есть, этого человека не знаешь хорошо и непонятно, собственно, что у него в голове, о чем он думает и как он может воспринять твои комментарии. Поэтому нужно быть достаточно осторожным. И все держать в очень конструктивном русле. Понятно, понятно. Антон, давай ты тоже что думаешь про идеальный код-ревью? Слушай, у меня, знаешь, сразу первая мысль такого. Ну, слегка говнокодерская, идеальный код-ревью – это тот код-ревью, которого нет. Который занимает минимальное количество времени. То есть, если у нас регулярно в процессах вставляются палки в колеса в виде большой очереди на код-ревью, мы хотим релизнуть какую-то маленькую фичу, и у нас есть человек в виде бутылочного горлышка, через которого все проходит. То есть, когда такой штуки нет, код-ревью уже близок к хорошему. Ну, и, конечно, я за автоматизацию, поскольку автоматизация выигрывает наше время, всякие вещи типа код-стайл и так далее, ревью вообще не должен проверять. Ему уже приходит на код-ревью код, который аффектит конкретно бизнес-логику и решает конкретную задачу. То есть, мы уже проверяем то, что влияет на наш конечный результат. Вот это близко к идеальному код-ревью, в моем понимании. Понятно, понятно. Но давайте тоже скажу пару слов со своей стороны. Мне кажется, в код-ревью, в общем, тут, как по мне, самый важный момент – это именно, чтобы ревьюеры проводили ревью как бы честно, полноценно. То есть, это не поверхностное ревью, но это человеческий фактор для меня самый важный в код-ревью. Потому что автоматизация хорошо, ее прикрутило, она зашибись, работает и не сбоит. Но все упирается в людей. Да, вот много было высказано правильных мыслей, что надо, чтобы код-ревьюер был не один на всю команду, то есть, это не должен быть тем лид, это все же кросс-ревью какой-то должно быть. Это и позволяет расширить чуть больше знания о проекте разным людям. Он не должен быть долгим, безусловно, с хорошим фидбэком конструктивным. Тут тоже как бы есть особенности, потому что, например, в команде, если вы все уже много лет работаете вместе, можно там как бы и поматериться, и друг на друга наехать. Но если это воспринимается именно просто как не какое-то оскорбление, а как часть культуры, скажем так, команды, ну почему нет? Я в этом ничего плохого не вижу. В случае там, если это что-то публичное, конечно, тут немножко все должно быть по-другому. Но тут у нас Саня-эксперт, он нам еще много всего расскажет по этому поводу. Окей, так, ну, по идеальной мы услышали, вот поняли, что таких, конечно, наверное, прям, наверное, на то не идеальные, чтобы их не было в реальной жизни. Мы только к ним стремимся. Давайте пойдем попробуем пройтись, понять вообще, что в текущих процессах хорошо или что плохо. Вот Серега уже озвучил там, когда давайте начнем с первой мысли, это о разбиении, так сказать, всего мерджа. Ну, там мерджем мы будем, там, реквестом, мерджем, неважно, полреквест, мерджи, крест. Это понятно, что это такое. То есть, задача на сливание какого-то куска кода в основную какую-то ветку. Что плохо мешать в одну кучу все подряд. И вот тут, мне кажется, есть, чтобы заразить, наверное, даже в первую очередь, Саша, со стороны open-source, потому что, мне кажется, там как раз процессы совсем по-другому устроены. Здесь, да, у меня есть два подхода к вот этому самому станку, то есть, разделение на полреквесты, которые связаны. Первый раз мы начали пробовать это как раз, когда еще был лидом в Skyeng. И, ну, там не сказать, что прям сильно зашло, потому что на подготовку этого дела без привычки тратилось довольно много времени. Но, в принципе, было удобно ревьюить, то есть, отдельные изменения было видно. Единственное, что иногда ревьюеру было все-таки сложно, потому что он не видел общую картину. И вот каждое изменение, оно как бы нормально, 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 нормально. А если на все сразу посмотреть, бывает, что вместе складывается во что-то стрёмное. Вот. Да, а в open-source, ну, это просто не работает, потому что, по крайней мере, это не работает в open-source, если это такой живой проект типа e-framework, потому что за то время, пока человек... Ну, мы это попробовали на конфиг-плагине, это E3, то есть, там еще не очень интенсивная разработка, потому что у нас достаточно много пакетов, и это был всего лишь один из пакетов, и мы на нем решили обкатать. Вот. И здесь было сделано, по-моему, 6 или 7 вот этих вот пул-реквестов цепочкой, что каждый там в следующий, в следующий, в следующий, вот, все в мастер, и когда ты один из них мерзешь в мастер, в мастере уже происходит что-то, еще туда влетает и так далее, и все остальные 5 приходится переделывать, и мерзь конфликт разрешать. Потом, то есть, на первом шаге, после первого мерзжа, это примерно 5 мерзж-конфликтов, на втором 4 мерзж-конфликта, потом 3 мерзж-конфликта, 2 мерзж-конфликта и 1 мерзж-конфликт. И то есть, вместо того, чтобы, да, конечно, ну, напрягает немножечко посмотреть код, в котором там 5000 строк, ну, в общем-то, ничего страшного, наливаешь себе кофе, берешь себе бутербродик, садишься, входишь в режим дзена, и берешь ручку с карандашом, рисуешь все на бумажечке, но, в принципе, нормально заходит, то есть, да, один вечер на это приходится потратить, но, в общем-то, ничего в этом супер ужасного нет. Если, конечно, этот код, ну, как бы, не просто так сделан. Иногда даже мелкий код на него смотришь, и непонятно, что это такое. Вот, про то, что шаринг-знание не работает, но, да, скорее всего, кроме мейнтейнера, никто код из 5000 строк читать особо не будет, но в том же open-source, по крайней мере, в e-framework, мы все документируем, и вместе с кодом идет документация, то есть, документацию обычно ребята все-таки читают, и в этом плане шаринг-знаний все-таки прокатывает. Вот, ну, вот, поэтому я считаю, прежде всего, что у Сергея этот подход, ну, он не всегда и не везде применим. Опять же, скорее всего, в коммерческих проектах, в особо интенсивных командах тоже это работать не будет, если один и тот же кусок более-менее меняется, и могут появиться мерзш-конфликты. Ну, давайте сейчас мы пока эту тему обсуждаем, мы тут запустим еще одну голосовалочку, как раз-таки про то, сколько изменений допустимо в рамках одного пул-реквеста, поэтому, друзья, проголосуйте, потом в конце обсудим, как бы, насколько большими они могут быть. Антон, ты там или Серега, ты что можешь, так сказать, возразить, сказать на это, что вот такие... Ну, давайте я, да, оппонирую немного. Я так послушал Сашину доводы, и для меня выглядит так, что, типа, если я взял молоток, стал им забивать гвозди и разбил себе пальцы, то виноват молоток. Ну, смотри, если каждый, вот в Skyeng, когда внедряли, если каждый реквест, разбитие было стрёмным, да, и вот кто-то неправильно структурировал, и снаружи ревьюеру была не видна картина, ну, блин, значит, не умели пользоваться, значит, не объяснили, и тот, кто структурировал реквесты, его косяк. Мой подход предполагает, что ты отдельно отправляешь фичу, отдельно рефакторинг, там, отдельно простейшие изменения, и каждые эти штуки между собой никак не связаны, по идее. Ты, если каждый из них будешь мержить, у тебя код инкрементально будет становиться лучше, но при этом они никак не связаны особо. И, а по поводу в опенсорсе, блин, ну, жёстко один вечер потратить на ревью. Если, конечно, тебе за это платят, то окей, why not? Вот, а если вот ты такой поработал, приходишь в субботу, там, думаешь, о, в мою либу какой-то полреквестик, там, впервые за полгода за сабмитель открываешь, а там, о, ещё и тестов, например, нету. Думаешь, с одной стороны, да, чувак потратил время, разобрался в твоей либе, что-то написал, но, с другой стороны, как я это воспринимаю, это неуважение к моему времени, что мне придётся... Он же не рассчитывает на то, что я просто посмотрю, ага, круто, мерж, и всё, и новую версию будем релизить. Что мне теперь придётся тратить свои, там, выходные или время и разбираться в этом коде, и потом эти пишут, что, блин, посмотри полреквест, а чё так долго? И вот это вот всё вертится. Мне кажется, нет такой, что ли, культуры в open source, когда к контрибьюторам, не к контрибьюторам, а ковнерам лип вот так вот относятся, типа, вот, на, мам, я накодил, смотри, разбирайся, и мержь побыстрее. Если бы всё так было, как я, маленькими полреквестами, может быть, она бы, вот эта машина лучше бы, быстрее бы крутилась. Слушай, ну, вот, смотри, с одной стороны, конечно, есть, как бы, такие нормальные доводы, что неуважение, там, какое-то по отношению к ревьюеру, но согласись, что… О, да, Сань, сейчас, секунду. Тут всё не так однозначно, потому что я, вот, например, тоже, у меня там есть небольшая библиотечка, там, в open source, да, и, как бы, ну, ты не можешь, там, взять, завернуть, сказать, слушай, чувак, ты вообще всё сделал не так, иди-ка переделывай. Но есть великая вероятность того, что человек просто больше никогда не вернётся. И тут встаёт вопрос, ты действительно хочешь быть таким вот прям основным мейнтейнером и всё тянуть, когда тебе будут только одни ищи заваливать, и никто не будет ничего тебе, там, фиксить и контрибьютить, потому что сидят там жёсткие коды, коды в контакт, жёсткие, так сказать, там, тесты на всё, покрытие должно не упасть ни на десятую долю процента, и вот это всё, всё должно быть описано, задокументировано. Либо же ты всё же хочешь выращивать и воспитывать, культивировать некое сообщество вокруг проекта. И здесь немножко всё по-другому. Но подождите, сейчас мы у нас много чего прокомментируем. Пока что, смотрите, уже, в принципе, складывается некое ощущение, что там в компании какой-то, скажем так, в интерпрайз, там, проектной разработки, там, в open source совсем разные подходы. Давайте послышим ещё третью сторону. Это Антон, у которого был опыт написания и вообще код-ревью всяких такой молотилки на поток, потоковые, так сказать, разработки проектов, и мы услышим ещё одно мнение, а потом попробуем судить всё же, для каких компаний, масштабов, не знаю, команд всё же, какие подходы могут сработать лучше или хуже. Ну, во-первых, интересный момент, то, что я, это редкий случай, я тут благодарен Серёге за то, что он предоставил. То есть, тот контент, который он дал на докладе про его подход к код-ревью. То есть, у нас раньше, до того, как я его доклад посмотрел, я первую версию видел его ещё где-то в декабре, то есть, у нас был как? Один жирный пул-реквест, то есть, мы делаем какую-то фичу, прилетает один жирный пул-реквест, в котором мы уже как бы пытаемся понять, это ок, это не ок. И типа, это очень больно. Мы пробовали разбивать, но как бы сделав так, как рассказал Серёга, мне стало жить лучше, потому что я сейчас как раз-таки очень много занимаюсь к код-ревью, и это прям красота. То есть, я не участвовал в Open Source со стороны майнтейнера, то есть, да, я контент-блютил в проекте, и как раз-таки я вот был тем, кто кидает пул-реквест, напишет какой-то комментарий, и скорее всего, в пул-реквесте там много чего, и как бы я через Сашу извиняюсь перед всеми майнтейнерами, которым когда-то приходилось мои пул-реквесты смотреть. А так, в связи с разработкой, то есть, если у нас продуктовая какая-то разработка, то есть, мы на заказ какой-то долгий продукт пишем, там мы можем, да, растянуть пул-реквест, и мы можем, типа, сказать, ну что, ребят, давайте вот пул-реквест на каждую мелочь, вот, по одному, и мы будем все вливать. У нас времени достаточно, и мы можем не спешить, но когда мы фигачим, когда нам нужно что-то вчера, вот, и не смотреть код, в принципе, это вообще самоубийство для меня, поскольку я несу ответственность за этот результат, там, да, там мы подходим к тому, что вот приходит большой пул-реквест, мы его вливаем, потому что нет времени буквально на то, чтобы переключать контекст на кучу разных маленьких тасок. Мы это вливаем, и иногда это заканчивается печально, но, к сожалению, тот буст по времени, который мы получаем от этого, он стоит того, чтобы иногда это срабатывало не так, как мы бы хотели. Вот примерно такое видение. Понятно, понятно. Ну, давай сам, Саш, ты хотел что-то прокомментить. Ну, на самом деле, я не знаю, как, но ты считал, в общем-то, мои мысли и указал на разницу между персональными, как бы, open-source проектами, где ты можешь быть диктатором и большие open-source проекты, где, собственно, от того, что ты забьешь на этот проект или уйдешь и так далее, в общем-то, скорость разработки и все остальное не сильно меняется. То есть, вот в 2015 году из E-фреймворка ушел, собственно, тот, кто его изначально сделал, это Tianzue. Вот. И два года после этого, в общем-то, никто не замечал, потому что вся остальная команда как бы поднапряглась и начала просто чуть-чуть больше делать ревью, чуть-чуть больше делать мерзжи и так далее. Ну, то есть, у вас такое получилось некое размазывание, то есть, на всех чуть-чуть разгрузили, на всех примерно равномерно, ну, плюс-минус, я условно говоря, да? Да, да, да. И поэтому получилось довольно гармонично, то есть, вот не потерялось, не получилось такого явного проседания за счет вот... Да, и здесь очень-очень, на самом деле, важно построить вокруг проекта какой-то комьюнити, потому что, да, если это персональный проект, ну, либо тратишь свое время, вливаешь туда, вот, пытаешься эти там гигантские pull-requests или завернуть, ну, на самом деле, завернуть тоже нормально, то есть, нельзя, чтобы они висели, нужно по ним принимать какое-то решение. Если их слишком много висит, это, ну, совсем сваливается в такую кучу и туда, и заходить неохота, потому что, ой-ой, разгребать надо. Это как туду-листы бесконечные. Вот, а так, да, если хочешь собрать вокруг проекта сообщества, приходится вот заниматься такими вещами, которые, наверное, в коммерческих проектах считаются не очень, потому что время лида в коммерческих проектах самое дорогое, а в опенсорсе, ну, скорее всего, может быть и нет. Ну, тут, кстати говоря, логично напрашивается следующий вопрос, да, все же, как бы, кто должен ревьюить? Это только лид, либо все же должны быть какие-то горизонтальные связи, можно ли, и нужно ли, например, давать там на ревью кому-то, условно говоря, жену, ну, в смысле нижним уровнем, там, по знанию для компетенции, просто чтобы человек пытался, так сказать, воспитывать и выращивать его компетенции. Либо это только вверх, условно говоря, что, ну, как бы я сделал, я там настолько крут, ну, так и быть, там, пусть, там, не знаю, мой тимлит или там мой сеньор, там, уж как его ни назови. То есть только вверх. Вот вы что вообще по этому поводу думаете? Ну, давай, Антон. Я бы начал. Это вообще разные процессы. То есть если, как вижу я, если мы делаем какую-то фичу, и нам надо ее выпустить, и у нее есть какой-то срок, там не до того, чтобы жену давать посмотреть код. Но с точки зрения образовательных процессов, если мы делаем какой-нибудь внутренний продукт, продукт или продукт без срока, ну, то есть нет срочности, там, да, там классная практика, потому что когда он делает ревью того, что сделал лид, или там, ну, сделал сеньор-разработчик, он, блин, а что это, что это, что это, что это, как дети познают, там, как ходить, бегать и так далее, так и жены, ну, начинают понимать, что происходит вообще в целом в этом проекте, как это работает, и как работает механизм принятия решений. То есть, по сути, ну, очень часто же в компаниях это происходит, то, что, ну, джун подходит к сеньору, спрашивает, как это, он ему это объясняет. А гораздо проще кинуть предыдущий pull request, который подобную задачу решает, он уже эту штуку посмотрит. Или попробовать просто дать свои комментарии, чтобы практиковаться в этом. То есть, это уже сторону обучения больше, а не сторону достижения результата. Ну, мы обсуждаем, в общем-то, разные аспекты, в том числе и, как бы, цели код-ревью, да. Эта цель код-ревью не просто слить, как бы, код. Тут много есть мнений на этот счет. Это и шаринг знаний, и, там, улучшение качества кода, и у каждого есть какие-то свои мнения. Там вот есть комментарии, что, в общем-то, оно вообще нифига не про шаринг, а только про размазывание и всякое такое. Да, Серега, ты поднимай. Иногда бывает, да. Поднимал руку, да. Извиняюсь, иногда бывает. Да, Серега, ладно, тогда пусть Серега скажет свое мнение. Я помолчу. А ты замолкаешь, да. Да, да, да. Вот, Антон прям такие вещи сказал, типа, код-ревью – это про обучение, а не про результат. Прям такая позиция, позиция галеры. Я не так сказал, подожди. Ты так сказал, я записал. Нет, нет, нет. Окей, хорошо. Я имел в виду другое. То, что такой подход к код-ревью, когда у нас Джун смотрит код того, кто сверху, это про обучение. А когда нам нужен результат, мы не будем тратить время на Джунов, для того, чтобы они давали свои комментарии по поводу того, что пришло в pull request. И сейчас все Джуны и Антона написали заявление по собственному. Блин, ну надо же тоже думать о команде. Если вот я пришел в команду Джун и смотрю, как мимо меня там 10 тысяч строк, 10 тысяч строк, 10 тысяч строк, и я сижу такой, о-о-о. А там уже кодовая база Legacy здоровенная? Ну, я не знаю. Вы как-то все негативно относитесь к код-ревью. Вы думаете, как его сделать быстрее? Как что не делать? Что не сделать? Это не та штука, которую надо как-то избегать или делать быстрее, или что-то не делать. Это, наоборот, инвестиции в ваш бизнес, в вашу команду. У вас код становится лучше, у вас команда становится лучше. Я не знаю, почему так все негативно настроены. Вот я в чате тоже считаю, типа, большие реквесты лучше ревьюить. Да не ревьюйте их вообще, сразу мержете в мастеры, все. Слушайте, а у кого-то реально был настроен на такой, в смысле, опыт, чтобы давать, ревьюить мерджи-квесты, так сказать, менее-менее компетентным разработчикам? И вот, как бы, профит. У меня такой опыт был. Я пришел, ну, не джуном, но в команду, где все были сильные, и меня добавляли сразу ревьюером. И я оценивал, смотрел именно вот архитектурные решения, где какие-то паттерны сделаны, и впитывал. Даже не сколько знания о домене, а какие-то архитектурные решения. И для меня это прям было таким бустом в карьере. Я часто это рассказывал. Я на тот момент был подписан на всякие курсы по программе. И я вот отписался отовсюду, потому что я вот за процессы код-ревью, оценивая чужие пул-реквесты, больше знаний впитывал, чем от каких-то курсов. Это реально мощная штука, если ее делать грамотно. Это такие сильные инвестиции в команду. А ты при этом комментил? Ну, я со своей колокольни, да, комментил, но в тот момент я больше впитывал. На самом деле, да. То есть, я не reject. Мне то же самое. Говорят, что пару месяцев код-ревью пул-реквестов на тот же и фреймворк, когда, в общем-то, и не просили ревьюить, но ребята приходят и оставляют комменты, они говорят, тоже очень много набираемся, как пока читаем. Вот. Про то, что кто ревьюит, то есть, надо ли джунов подключать и так далее. Во-первых, кто это менее важно, чем кого. Потому что, если лид берет и пушит в мастера, а всех остальных пропускает через ревью, довольно скоро он, ну, после первых пар падений прода, он потеряет полностью доверие команды. И все скажут, вот, блин, самодур тут думает, что он самый крутой. На самом деле, так же лажает, как и все. И, ну, это вот одна из причин, почему надо ревью делать для всех обязательным. Ну, за исключением, конечно, когда пожар и все горит, и мы горим, и все в огне. Вот, тогда не надо. Тогда можно что-то, наоборот, все-таки выпихнуть, уже хуже не будет, потому что, ну, может и хуже быть. Тогда тем более надо ревьюить. Ну, по-быстрому как бы. Там уже суперскоростные, там, одним глазом, и если совсем плохо, тогда да. И здесь это вот на тему, кого ревьюить. То есть, я, да, я, конечно, тоже делал вот эту вот фигню, что пушил в мастер, и много раз за это поплатился. Поэтому сейчас, вот, да, сейчас коммент про форс есть. Так я тоже сделал. Один раз убил репозиторию, и только чудом он сохранился у одного из 20 человек, который не обновился. Вот, ну, и чуть не потеряли два месяца работы всей команды. Было плохо. Шикарно. Так вот, да, форс не делайте. Значит, что? Я лажаю. Я лажаю, это нормально, несмотря на то, что я там тот же проект Е уже пилю много-много лет. Я там лажаю, собственно, как и все. Может, чуть поменьше. Вот, поэтому я пытаюсь сделать pull-requests и пытаюсь позвать максимальное количество людей их посмотреть. И это нормально, это хорошо, так и надо. Собственно, кому ревьюить? Как можно больше людей, но стоит вести правило, что когда пара человек посмотрели, поставили галки, что типа все окей, ну, можно ждать, можно мерзжить, на усмотрение того, кто pull-requests закинул. Вот, но и если один человек ревьюит, это обычно бутылочная горлышко, бас-фактор и вот все эти гадости. Плюс, опять же, мнения бывают разные. Может ревью проводить там лид, может туда закидываться, вот как в Skyeng. Есть как бы много команд, есть лиды, и есть все и сразу. То есть, разные проекты. Есть архитектор, который за всем этим смотрит. Если он придет в pull-requests, он, скорее всего, найдет там очень много интересных вещей, которые могут касаться других проектов, которые в этом проекте никто и не думал, что есть. Ну, и замечание, что, в общем-то, не обязательно целью код-ревью является смержить. Это, конечно, хороший результат, но иногда получается, что либо изначальная проблема, которую решали, в общем-то, оказывается неактуальна и ничего не надо было делать. Это вообще класс. Желательно, конечно, чтобы это поняли еще до того, как ставили задачу, но бывает, что на ревью ползает, что, блин, зря там месяц потратили. Но это не должно быть жалко, то есть отсутствие кода – это офигенно. Слушай, ну да, я вот тоже могу привести свои несколько примеров. Первое, что действительно иногда бывает такое, что ревью просто закрывается, когда становится ясно в процессе дискуссии именно ревью. Почему-то, когда код дошел уже до ревью, это не выяснилось раньше, но это тоже такой этап, на котором еще можно понять, что это не нужно, и выкинуть, и этот результат лучше, чем если этот код был бы слепо слит. То есть как бы, да. Вот. А еще, знаешь, из моей практики, вот у меня очень есть пара примеров, например, там в одном своем таком проектике. Я там, ну, вроде как, я такой лид, как бы там архитектор всего и вся, но, например, у меня там в C-шарпе компетенция слабее, да, то есть я там, и там мой там товарищ, он значительно выше, но тем не менее, все равно я его ревью, и тут появляется такая некая, ну, как сказать, перевернута, то есть с одной стороны, вроде как я, так сказать, там лид, да, и за все отвечаю, но с другой стороны, именно компетенции в конкретном там языке технологии у меня меньше. И все равно как бы мы друг на друга всегда кидали merge request, просто потому что, ну, совершенно верно, как ты сказал, что лажают все люди, потому что мы люди, да, и это там, будь ты лид, джун, кто угодно. И это дает возможность с одной стороны совсем каким-то таким, знаешь, даже банальный quick fix из одной строчки все равно в идеале он должен проходить через pull request, просто потому что, ну, ты думаешь, ой, что тут сейчас плюс на минус поменяю, и все заработает. И это тоже может быть не всегда так, потому что человеческий фактор. Вот. А по поводу обучения, вот тоже тут народ пишет, что если ты джун, и пришел, и там какой-то merge request из двух строчек, откуда ты поймешь, что оно значит? Ну, как бы, да, по одному такому конкретному merge request может быть ты не поймешь, но, во-первых, таких реквестов будет не один, а их будет некоторое количество с течением времени, а во-вторых, ты можешь пойти, полезть и что-то, так сказать, увидеть, да. Вот я тоже могу привести еще один пример собственно со своего личного опыта. Это когда-то мне там товарищи делали сайт на Vue.js, который я на тот момент не знал. Да, я немножко разбираюсь во всем, но я не могу разбираться во всем прям как эксперт. Но, тем не менее, за счет именно таких вот merge request, да, я очень быстро поднял свой уровень. То есть это не то, что мне надо там сесть, потому что у меня не было времени сидеть просто поизучать, но как бы других задач много. А тут именно на реальном проекте, просто за счет кодревьюшного процесса и вот этого фидбэка, обсуждения каких-то архитектурных вещей появились знания, которых бы по-другому они не появились. И мне тоже кажется, это очень интересный такой эффект от кодревью. Если что-то там еще кому-то есть добавить. А, я знаю, Антон, слушай, ты нам еще, знаешь, как раз мы обсуждаем кому ревьюить, кто ревьюить. У тебя есть очень хорошая история про то, как ревьюил товарищ, который нифига не разбирался в IT. Ну да, 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 это есть Татьяна Хабри интересное заблуждение клин архитектуры. И мы приходили к клиенту, название клиента не буду говорить, но в общем большой-большой энтерпрайз клиент и как бы там вот круглый стол и за этот круглый стол приходим мы как команда разработчиков, приходят там разработчики клиента и вот их технический директор. Я допускаю, что у него есть большой опыт разработки в прошлом, но ему кто-то скинул, мы как бы в документах писали, что мы будем делать по клиент-архитектуре и он в этот же день видит статью на Хабри о заблуждении клиент-архитектуры. И он такой, ребят, я прочитал экспертное мнение, типа в общем это неправильно, вы знаете, типа я в свое время прогул там на не по скале, там в Дотнете на старом, типа я имею опыт, я типа почитал, я с ними согласен. Давайте-ка вот пару неделек я посмотрю ваш код. И в итоге он влезает в этот процесс и кончается это тем, что ему, разумеется, все не нравится, потому что он как бы опирается на текущие знания, которые там на Хабри пишут, причем я ни в каком случае не обесцениваю Хабр, но как бы вставляет палки в колеса, а потом у него же претензии к тому, что а что так долго, почему вы так долго это ревьюете. То есть если ревьюет человек, который не находится глубоко в этой теме, либо в языке программирования, либо в бизнес-требованиях, а еще в идеале и там, и там, там, конечно, очень больно. Прям становится, ну, нереально боль, потому что типа а это зачем, а это что? Особенно печально, когда возникает вопрос, типа, а что это за конструкция? Это декоратор. А что такое декоратор? Вот. И, в общем, типа, и занимаешься, типа, ну, я не против заниматься обучением, я этим занимаюсь регулярно, но у нас в смете не могут стоять обучение клиента там, базовым, базовым вещам, там, довольно, языка программирования. То есть, это, в общем, очень неприятный процесс и хотелось бы, чтобы такого у нас больше не было. Мы стараемся это пресекать сразу же. Так что, ревьюить надо тому, кто имеет на это право. Четко надо определить, кто ревьюит, а кто нет. То есть, и тут писали про джунов, то, что джуны, разумеется, пусть смотрят код, мы только рады, пожалуйста, эти пул-реквесты, они лежат в жпачках, их можно посмотреть, всю историю пул-реквестов, смотреть не хочу. Но просто зачастую джуны в нашем случае, если мы говорим не о продуктовой разработке, а вот как Сергей сказал, молотилка, в которой мы быстро все офигачим, в нашем случае, почему-то же нам слабо интересно это становится, смотреть чужие пул-реквесты, которые были до этого, если не пришла задача сверху. Если сверху салили, посмотри пул-реквест. Он, да, посмотрит, отметит чего-то и все. Исключает человеческий фактор, то, что человеку может быть банально лень, и он, как это, как в меме, который кидал Саша, напишет LGFM, то, что все хорошо, вливаем, то есть это исключать никогда нельзя. Слушай, ну вот вообще тут какое-то у меня такое ощущение, что когда вот такое потоковая разработка, там вообще все процессы в среднем они как-то, ну, так, у меня к ним… Через жопу. Да, через одно место оно как-то все так немножко, потому что, но, то есть нет, с одной стороны, ну, это же хороший инструмент, там, в том числе и повышение знаний и всего, вот мы сейчас это все обсудили, там, на свои примеры привели, что действительно это работает, да, тут как бы главная цель просто побыстрее что-то сделать, отправить, неважно, как там оно будет поддерживаться, не поддерживаться, ведь как бы, ну, проект сдали, денег получили, погнали в следующий. Вот, да, то есть как бы важнее получить результат, который, по сути, просто заработает деньги. Ты улыбаешься, наверное, в общем… Иногда такое случается, вот, иногда как бы сразу ясно, то, что проект, скорее всего, не выживет, вот, типа, если ты говоришь про Лондос, там вообще, ну, типа, Лондос запускается, две недели на него трафик гонится, типа, там надо лишь бы работало, лишь бы быстро получилось, вот, ну, а если мы делаем серьезную разработку продуктовую, особенно какой-нибудь финтех, где деньги, банки и так далее, там, там уже в любом случае, даже когда ты делаешь какой-то Hello World банковскому клиенту, там уже надо миллиард согласований проходить внутри нас и вовне, вот, то есть тут все сильно отталкивается от проектов, я разных проектов поделал, и вот такая штука, как ты сказал, когда сделать и получить деньги, типа, такое у нас тоже бывало, и я не сильно этим горжусь, просто оно стихийно как-то получается, потому что сроки важнее, чем качество клиенту оказывается. Ну, понятно, понятно. Ну, ладно, давайте все же, все же, мне кажется, вот еще мы не до конца обсудили по поводу того, кому же, кто же должен ревьюить, все же, это должно быть обязательно тем лид, либо в команде, это еще коллеги, вот, мы так немножко скользко говорили, я скажу, что, например, мне нравится подход, когда, ну, допустим, там большой проект, не знаю, команда, там 5-10, неважно сколько человек, да, больше двух, скажем так, и в любом случае есть некие зоны, ну, не то чтобы зоны ответственности, не хочу это так называть, а скорее зоны компетенции в проекте, да, но кто-то написал там по систему, не знаю, там логирования, да, вот прикрутил, кто-то в процессе жизни проекта там отвечал больше и больше занимался, там с базами данных, там, не знаю, генерил репозитории, там доступы, вся эта, а кто-то там UI прикручивал, и вот тут, мне кажется, очень как бы гармонично, когда даже если новый человек, там, не важно, джун, не джун, не столь важно, сделать какую-то фичу, которая, ну, безусловно, у любой фичи, у нее есть какой-то, вот, скажем так, концентрированная часть, большая часть самой фичи, она будет все равно в какой-то области, либо это больше визуальная составляющая, либо это больше какая-то бизнес-логики, больше именно в этой части кода изначально что-то делал, то есть тогда, потому что тот человек, ну, изначально лучше в нем разбирается, и, в общем, может, наверное, более оперативно, это не всегда так, безусловно, но здесь мне все равно кажется довольно логичным, потому что у меня, например, вот в одном из проектов был большой-большой проект, там, какие-то миллионы строк кода, не знаю уж, что это так, но смысл в том, что там были, были прямо определены некие зоны, то есть вот один человек, он занимался по большей части видео под системой, именно рендерингом там видео, да, и поэтому любые вопросы связаны с тем, как что там с видео, даже какие-то мелкие правки, они почти всегда ложились на него, ну, потому что он там как рыба в воде, он почти там фулл-тайм задача, это именно связано с этой областью, кто-то больше там занимался там под системой событий, поэтому все, что касается них, попадало на него, и это вполне себе нормально, вот мне такой подход нравится, какие у вас мысли по этому поводу? Все задумались? Давай, Саш. Да, у меня есть интересные мысли на тему, ну, вот как раз кому ревьюить, то есть, если мы говорим чисто про open source, то я за то, чтобы ревьюили, во-первых, все, кто может, во-вторых, ну, у нас есть специальная, как бы, сборная такая команда, ревьюеры, называется, в том же и фреймворке, и мы их, собственно, призываем практически во все полреквесты, кто может, приходит, смотрит, потому что это ребята, которые, ну, им прямо можно это доверять, что касается давать всем ревьюить в коммерческих проектах, ну, очень такая интересная практика, потому что все люди немножко разные, и у меня в командах, когда я руководил, у меня были проблемы с этим, то есть, у меня были ребята, которые, в общем-то, офигенно могли фигачить, и, в общем-то, делали все задачи, и еще и впрыгивали иногда в ревью, смотрели что-то, комментили, все было, в общем-то, нормально, а были ребята, которые задачи делали круто, но у них были большие проблемы с фокусом, и когда ты смотрел, почему он вторую неделю не может делать задачу, смотрел на его таймшиты, то есть, вот время, которое он потратил на всякие разные штуки, у него там ревью занимало 6 часов, и как лид ты смотришь, офигеваешь и говоришь, ну, слушай, зачем ты вообще лезешь, давай ты будешь ревьюить максимум 2 часа, он говорит, я не могу, у меня все это мигает, у меня как бы хочется закрыть вот эти все задачи, чтобы штуки, нодификации, и вот приходилось людей учить, собственно, распоряжаться своим временем, делать там ревью в конце дня, читать почту в конце дня, заходить там в Slack раз в час, а не раз в 2 минуты и так далее, чтобы они просто не отвлекались, и в принципе могли хотя бы на чем-то сфокусироваться. Это большая была проблема, и некоторые люди, бывает, что они как бы немножко не понимают своей роли в команде, то есть, они раньше были, допустим, лидами, пришли в команду и ведут себя как лиды, только без ответственности. Вот, да. А пришли они разработчиками, соответственно, как бы ревью не их прямая задача, и они занимаются 90% времени как бы ревью, а 10% времени вроде как пытаются с задачами, но ничего у них не выходит, потому что времени, собственно, не осталось. Вот, и здесь в коммерческих компаниях я все-таки за то, чтобы обозначить, какое максимальное время можно потратить на ревью, и вообще кто, у кого это обязанность, а у кого это по желанию, и если хочешь, то можно потратить на ревью, допустим, час в день. Слушай, ну, как раз ты очень, очень хорошо подвел, давайте сейчас обсудим про тоже один, мне кажется, такой важный аспект и момент в процессе код-ревью, это сколько времени на него должно уходить. Вот, мы по этому поводу сейчас запустим еще одну голосовалочку, как раз таки про то, сколько времени может уходить на, должно уходить, по вашему мнению, на ревью реквеста от момента его создания до, условно говоря, разрешения, там, либо сливания в идеальном случае, либо там до отворота, либо до какого-то обратного, там, обратной связи. Ну, хорошо, вот смотри, как бы тут ты уже озвучил несколько таких интересных поинтов, что с одной стороны, там, это в идеале не прерываться, и тут, мне кажется, вот такой всегда тонкий момент, что с одной стороны, вроде бы кажется, что код-ревью надо, ну, обратную связь надо давать как можно раньше, как можно быстрее, чтобы, ну, как бы в идеальном мире, но понятное дело, что у ревьюера, у него есть там свои задачи, он может быть там сейчас погружен в контекст, еще что-то, и вот здесь интересно, как найти этот баланс, потому что, например, там молодые джунны, они такие, ну, что ты там уже посмотрел мою Magic Quest, ну, что ты как, глянул, нет, что там, нормально все, как, ну, я же переживаю, я же волнуюсь, я же вот его написал, я сижу, жду, ничего больше делать не могу, пока ты его не сольешь, я вот кулачки зажал и вот-вот жду, да, вот, вот тут, а тут у меня свои задачи, слушай, погоди, я там сейчас вечерком, может быть, доберусь, там, не знаю, будет у меня там час свободного времени, если меня там на кофе не выцепят, даже не знаю, в общем, не знаю, не знаю, вот давайте как-то на эту тему подумаем, вот, Серег, ты что думаешь? Да, у нас в команде есть регламент, как мы работаем, и он такой, что, когда прилетает pull request на ревью, тебе приходит от гитхаба письмо, и ты доделываешь вот то, чем ты сейчас занимаешься, чтобы не терять контекст, и идешь ревьюить, потому что считается, что эта задача, она уже сделана, осталось вот просто посмотреть и залить на прот, все как бы ждут, то есть то, что ты сейчас делаешь, оно еще в процессе, а эта задача уже сделана, и ты идешь ревьюить, если там reject, то все, возвращайся к своим делам, то есть получается, у нас в команде всегда ревью было в большем приоритете, чем твои текущие задачи, потому что, опять же, код уже написан, его осталось только смержить. Ну хорошо, а сколько у тебя в команде было людей, то есть как часто эти magic quest появлялись на каждом, то есть вот ты там сидишь, пишешь код, как часто тебе прилетают такие magic quest, один раз в день, два, три, десять, каждый раз в неделю. Наверное, где-то три раза в день, и вот опять же, мой доклад и мой подход про то, чтобы вот как у Саши не было, что чуваки тратят по шесть часов на ревью. Если у меня маленький pull request, ну на 200, на 300 строк кода, то я просто не могу у себя в ворклоге написать, я ревью его два часа. Тим лид придет, скажет, блин, дружище, ну что тут не так? А если, как еще Саша говорил, в open source ему прилетают километровые, которые вечер пятницы приходится смотреть, то тут уже да, и от этого и получается разработка страдает. Поэтому наш подход такой, что мы делили на pull request, и, соответственно, и время тратится минимум. И ты что-то свое докодил, переключился, ага, быстро посмотрел, переключился дальше работать. Угу, ну интересно, интересно. Антон, Саш, что-то добавите? Да, мне есть что сказать, ну Саша, давай ты первый, я потом прокомментирую. Окей, по времени ревью, ну чем быстрее, конечно, тем лучше. В том же фреймворке и рекорд, наверное, отсмотр к код-ревью, это одна секунда. Да, бывают и такие правки. Бывают подольше, наверное, самое длинное у меня заняло неделю на код-ревью, причем это была неделя не просто, потому что я на что-то отвлекался, а неделя где-то по 3-4 часа в день я просто вот сидел и втыкал вот в эту ватскую штуку с кодом, потому что, ну, очень такие сложные, стремные, непонятные вещи там какие-то были. И таких, наверное, было за все время два, кажется, полреквеста, и один мы при этом завернули. То есть, сказали, не, мы вообще не согласны, это жесть, это никто не поймет, это как бы норм как фича, но мейнтенить это никто не сможет. Такого не надо. В коммерческих, опять же, проектах, компаниях и так далее, опять же, опыт руководства в Skyeng показал, что когда у тебя в команде достаточное количество людей, то ревью действительно, вот как Сергей сказал, оно вылезает на передний план, и оно важнее, по крайней мере, для лида, чем то, что он там сам фигачит идеальный классный код, потому что, если пересчитать так, то то, что лид создал из себя бутылочное горлышко и не пропускает вот код ревью, ему там что-то еще надо делать, еще, 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 это тормозит всю команду, и в итоге он делает команде в целом гораздо хуже, чем если бы он сам фигачил, несмотря на то, что сам он может, возможно, в пять раз быстрее фигачить, чем любой из отдельных членов этой самой команды. Вот, но здесь, опять же, главное не переборщить, потому что, вот у Сергея, видно, не супер, прям адский проект, там всего лишь, там, три полреквеста в день прилетело, у меня это было по, на пике, наверное, по 15 полреквестов, причем не самых маленьких, и все за один день, и это было немножко мощно, и из-за этого я выделял, как бы, что ревьюили утром, утром и ревьюлю вечером, а в середине дня я этим, в принципе, не могу заниматься и не занимаюсь, так что, ребят, рассчитывайте, вот у нас так. Прикольно, интересно послушать, смотри, у меня есть понятие в компании полреквест, это стандартно, когда создается реквест, на него прилетает ссылка, пока вот Серега говорил про то, что мы переходим к полреквесту, если приходят уведомления, пока он эту фразу говорил, мне прилетело вот два полреквеста на меня как раз таки в рамках наших задач, типа, я не могу, к сожалению, уйти сейчас отсюда и пойти их смотреть, вот, а еще такое интересное понятие стул реквест, это когда в рамках одного офиса разработчик подкатывается на стуле и говорит, посмотри, пожалуйста, что это такое, ну это быстрее, чем создавать полреквест, поэтому, типа, у нас такое понятие стул реквест, есть вот, если надо подъехать, подъехать, спросить, и если считать количество пол и стул реквестов вместе, то, типа, туда с ума можно сойти, то есть, у меня это регулярно штука происходит, и поэтому подход Сереге, которому он сейчас рассказал, мне даже страшно представить, что я буду так делать, что я буду свои задачи, которые проходят, ставить на паузу для того, чтобы смотреть полреквесты, просто я из них никогда не выйду, то есть, я всегда буду только этим заниматься, причем у нас по фронту полреквесты, где смотрят, ну, смотрю не только я, вот, но все равно, как бы, я могу в этом принимать участие, вот, а по бэкэндеру я, как бы, стараюсь любой код, хотя бы одним глазом просмотреть, и получается, у нас будет, ну, бесконечный цикл, я буду бесконечный только смотреть полреквесты, а свои задачи операционно делать не смогу, вот, поэтому тут, как бы, зависит от ситуации, да, если бы я был простым разработчиком, да, я бы с радостью смотрел бы полреквесты, потому что это гораздо интереснее, чем писать свой код, хотя, ну, зависит от ситуации, но смотреть чужой код, особенно его комментировать, типа, это гораздо интереснее, чем придумывать, веселее, гораздо веселее, да, да, комментировать гораздо легче, типа, а, тут говно, тут плохо, там, и так далее. И залогировать можно потом 6 часов и сказать, тем ли, да, я он работал, 6 часов, код ревью. Да, 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 это какая-то, как у юристов, есть шутка, то, что у юристов KPI считается по количеству правок к документу, то есть, типа, если ты кидаешь на согласование большому клиенту документы, вот если там меньше 10 этих правок на одну стране, то, значит, юрист плохо отработал. Ну, судя по всему, у них там, видимо, такие KPI, вот, также можно у нас в разработке вводить количество комментариев по pull request, вот, и, типа, тогда, да, качество кода сильно вырастет, и мы будем заниматься код ревью всего того, что новое не выходит, то есть, будем, по сути, в цикле этим заниматься. То есть, поэтому, блин, сложный вопрос, сколько времени тратить, минимальное количество времени тратить. Я бы, я обычно просматриваю, чтобы не было какой-нибудь трэша, как иногда у нас была, и была история, то, что чувак, ну, закоммитил просто, ну, прямую, там, захардкоженную dev ссылку на, ну, на опишку, и все, типа, и пока отправил их на ревью. Я вот такие вещи быстренько просматриваю, и смотрю, чтобы там, ну, никто не закоммитил, как вот Серега рассказывал в примере, типа, ну, на статье в Хабре, то, что, чтобы никто доступ к базе данных в pull request не отправил, чтобы это не полетело на просто, чтобы это нигде не осталось. А сама проверка уже детальная, это уже не моя часть, но если на это времени, в принципе, не хватает. Но у нас в целом уходит, ну, часа полтора-два на pull request, если мы делаем, ну, просто обычный какой-нибудь проект, ну, типа, несерьезный продукт, где надо проверить еще, ну, когда еще клиенты, если с клиентов специалист смотрят, а просто наша, конкретно наша сторона все делается, он максимум часа полтора-два в сумме уходит на pull request, и он либо нафиг посылается уже совсем, типа, переделывать, либо он уже мерзится в main ветку, вот как это, теперь уже, видишь, вот скоро нельзя будет вызывать ветки. Мы у себя, мы здесь в подкасте, в стриме можем говорить и master, slave, blacklist, waitlist, я вот только что все озвучил, и может... Слушай, у меня к тебе... Все, спасибо, спасибо, Кость. У меня по поводу тебя, твоего сказания, есть один комментарий, смотри, вот ты говоришь, там нельзя мерзжить, ну, в смысле, нежелательно, окей, мерзжить там всякие доступы к базам данным, там, дев-окружение и прочее, а я тебе могу уразить, что вот у меня был, например, кейс тоже из своего опыта, что когда это вполне себе может иметь положительный эффект, когда у тебя есть разработчик, который, допустим, он не настолько крут, там, джун, чтобы он мог сразу все настроить, да, а тут ты просто условно говоришь ему, слушай, делаешь git-клон, там, не знаю, npm start, npm run, там, серф, и все, потому что у тебя уже лежит закомиченное дев-окружение, которое настроено на localhost, через все зависимости, там, не знаю, через композер, npm, гейм, чего угодно, любой ваш бандлер вашего языка уже поставится, и все поднимается у тебя здесь и сейчас. Да, я знаю, тут мне сейчас могут там меня закидать, потому что там сейчас уже контейнеры, докеры, фигокеры, но оставим за кадром, это не столь принципиально. Важный момент, что у тебя в коде в репозитории лежит дев-окружение, которое позволяет быстро стартануть новому человеку разработку. Обязательно. Обязательно так, но главное, чтобы как бы это было забирание из какого-то переменного окружения, допустим, там, как вот в PHP есть функция env, мы в скобках пишем первым аргументом ключ, по которому мы забираем, а вторым дефолтное значение, и, конечно же, в дефолтном значении у нас будет dev stand, dev окружение, чтобы это все поднялось из коробки, но чтобы не было прямого, ну, прямой ссылки в самом коде, чтобы нельзя было ее поменять никак при изменении переменных окружения, я про это говорю, или когда пароли в базу данных кладут без обертки в env. Я, честно скажу, да, сейчас, Саша, допомнишь, я, честно говоря, не вижу в этом особой проблемы, когда у меня закомещено файлик dev окружения, где написано там база данных localhost, test, test, ну, как бы чего, такая база данных в принципе на проде не должна появиться, вот если она появилась на в проде, база данных, test, test, то это проблема, так сказать, процесса публикации вашего кода, вашего приложения, но никак не разработки, в моем представлении. Окей, я неверно формулирую мысль, не проблема то, что есть слово localhost, там, test, test в рамках кода, который закомичен, я про то, что он должен, ну, в моем понимании, здорово, если он идет не напрямую, а через env-обертку, то есть, типа, сначала берется переменный из… Это другое, это, конечно же, хорошо. Да, я про это говорю, да, то есть, я такие верхние уровневые вещи смотрю. Окей, окей, да, Саша, ты там хотел дополнить. Про env я, наверное, не буду комментировать, у меня на это немножко другие взгляды, но да ладно, это к делу не относится. А вот про то, что ты сказал, что тратить минимально возможное время на код-ревью, с этим я очень-очень сильно не согласен, я этим долгое время страдал, то есть, открыл, посмотрел, ну, вроде нормально, вроде там скобки все стоят нормально, проблем с безопасностью не вижу, что-то эта фигня делает, вроде то, что она сойдет, но нет, это дело не работает, поэтому вот сейчас мы начали составлять себе достаточно большое количество гайдлайнов для того же написания и фреймворка, и там у нас один из гайдлайнов за номером 13 рассказывает про код-ревью, и там есть замечательный первый пункт, что pull-request надо чек-аутнуть в VDE и посмотреть вообще на картинку в целом, то есть, если вы смотрите на DIV, вы ничего не увидите, вы увидите какие-то мелкие косячки, которые вообще не важны, которые можно не исправлять, этот код будет годами работать, но да, тех долг будет немножко вырасти, ничего страшного, но большие косяки, которые там вообще ни в какие ворота не лезут, вы все это дело пропустите, и все это дело уйдет на прот у вас. И поэтому я считаю, что если ревьювер не понял до конца и не может поручиться за то, что этот код на проте запустится, будет работать как надо и все остальное, но я считаю, что код-ревью не проведен. Интересная мысль. Я понял тебя. Да, я с тобой согласен, у нас просто при ревью разворачивается регулярно копия где-то, где можем убедиться, что оно все работает. И да, если возникает какое-то сомнение по поводу того, что через DIV что-то непонятно, то мы, разумеется, поднимаем у себя на локалке и смотрим, как оно работает. И в целом делать ревью через DIV на GitHub и на GitLab, это не так удобно, как посмотреть прям реально код, который развернут у меня здесь на компе и через него посмотреть. Это я понимаю. А по поводу минимально возможного времени, это как фундаментальная установка в голове, то есть при прочих равных искать возможность этот процесс оптимизировать. А не так, что типа, о, looking good for me, погнали, все, вроде работает. Нет, такого в ландосах, да, в ландосах такое мы бывает делаем, да, я не буду рассказывать то, что мы такие вот, все-все-все проверяем, но в серьезных проектах стараемся смотреть нормально. Серег, ты тоже вроде там что-то хотел прокомментить. Да, я хотел немножко развить эту тему, и вот каждый из нас является представителем немного разного подхода, но все мы делаем ревью. Мне интересно, что у каждого из вас является основанием для реджекта. Вот в опенсорсе, в продуктовой, на ландосе, например. Вот у нас, сначала у нас жестко было, мы прям отсматривали и часто реджектили, потом решили, что нет, надо немножко потолерантнее быть, и вот сейчас мы реджектим, если прям полностью неверно сделано, то есть оно работает, но прям бизнес-требования не выполнены. Или если команда архитектурна, не согласна. Если там какие-нибудь там мелкие шероховатости, или может там какой-нибудь паттерн можно было завязать, а его не использовали, мы как бы ставим опрув, мержится, и потом, если пишем замечание, и если автор полреквеста захочет, я надеюсь, что он захочет поправить это, то он вернется и сделает. А так вообще нет. Если, в принципе, это работает и, в принципе, норм, то мы опрувим. Какие у вас вообще практики? Реджекта. Что является основанием? Давайте я начну практики реджекта в... И в опенсорсе, и в коммерческих проектах. Первое правило полностью совпадает с твоим. То есть, если поставленная задача не понята, выполнена не так, то есть решено что-то другое, то, естественно, это все надо заворачивать. Даже если код выглядит нормально и архитектурно все круто, но сделали не то, что просили. Это реджект прям сразу. Дальше. В опенсорсе все интереснее. Здесь контекст проекта того же и достаточно широкий, поэтому мы реджектим... Ну, не реджектим, мы стопаем и говорим, ребята, тесты давайте. То есть, если у нас не было теста, который фейлил на мастере, а потом исправился pull request, то это как бы повод этот pull request самый завернуть. Есть исключения, где протестировать, конечно, очень тяжко, но тогда мы, может, как бы это пропустим, но в большинстве случаев нет. Это, наверное, вот две таких прям ого-го штуковины, которые вот пойдут на реджект. Еще, конечно, security и performance. Ну, потому что в фреймворке, который используется там на гигантском количестве сайтов, допускать дыры в безопасности или регрессию по перформансу значительную значительную, ну, никак нельзя. Да, в принципе, это в коде не стоит делать. И здесь тоже будет реджект по этому критерию. Наверное, это все. То есть, мелочи мы не реджектим. Мы либо их сами исправляем, либо как бы просим исправить, но забиваем, или даже мержем и немножечко подзабиваем на всякие там мелочи. Потому что, ну, код есть, код работает, да, он не идеальный, но это окей. Интересно. По поводу перформанса. Да-да-да, у меня прям как раз есть что сказать. Самый ад – это ревьюить изменения схемы GraphQL, вот в моем понимании. Потому что там дыры по перформансу, по безопасности, там просто... Не, я уважаю GraphQL, типа классная технология, все. Но при этом как бы это жесть, потому что мы не знаем. Мы это поле написали, вроде смотришь ревью, а там типа вот маленькое поле, и типа все, ничего не поменялось. А потом оказывается то, что мы встречаемся с N plus 1 проблемой, и через две недели после того, как это поле используется в другом месте. То есть, да, вопрос перформанса, он крайне важен, и вопрос отложенной деградации перформанса вместе с масштабированием. То есть, как раз-таки для этого тем лиды смотрят на код ревью. Прошу прощения за неправильное ударение. Я путаюсь постоянно. Кстати, как правильно Серега говорит ревью, но я ему не очень верю. Вот кто-нибудь может сказать? Надо верить. Надо верить правильно. Я же доклад делал про это, мне можно верить. Ты что? Хорошо, хорошо. Ладно. Я тебе все равно не верю. Спасибо, Саша. Вот, в общем, код ревью. Возвращаюсь к теме. Да, вопрос безопасности, вопрос перформанса. И, да, по поводу того, что ты сказал, решена ли задача, иногда бывает такое, что разраб, решая одну задачу, решил другую проблему. То есть, типа, вот такие ситуации тоже, они принимаются, и их реджектить не надо. То есть, если решил... Погоди, погоди. Да. Он случайно захватил и решил две проблемы в одном полу-реквесте, или он решил одно, решил другое, а изначальную не решил? Вот, да, изначальную не решил. Вот такое тоже может быть. А это вопрос постановки задачи. То есть, когда клиент говорит, сделайте, чтобы было красиво, и по косяку нашему на фильтрации до разработчика дошлось, сделайте красивенько, пожалуйста. То есть, типа, никакого премодерации не было. Там получается так, что разраб решает другую проблему. Это очень типичная ситуация, Антон, когда представители бизнеса, то есть, продакт-менеджеры, проект-менеджеры и так далее, дико пинают разработку, чтобы они делали все хорошо, но при этом ставят задачи настолько расплывчато, что решая эту задачу, какая-то проблема решается, но не та. Да, 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 да. И это очень типично. Так они еще за это не готовы платить. Ладно, прошу прощения за ставку не по теме, двигаемся дальше. Нет, нормально, нормально. Я, на самом деле, вот тоже у меня вполне такое часто, но не часто, в смысле, но периодически бывает ситуация, когда действительно ты поставил задачу, и разработчик, когда ее начал делать в процессе, увидел какой-то косяк, но он прямо вот здесь и сейчас. То есть, это не какой-то глобальный баг, который действительно можно, а именно просто, потому что ты уже в контексте, и тебе, условно говоря, правильную добавить условия возврата, неправильную обработку логики. Если это, условно говоря, одна строчка изменений, действительно получается ситуация, что у тебя в рамках одного pull-request закрывается одна-две, неважно, задачи. Может быть, она зарегистрирована, условно говоря, в баг-трекере, может быть, не зарегистрирована. Просто об этом пишется в комменте, что да, это, условно говоря, не только closes решеточка 759, но и еще пофиксил вот такую штуку, которую я нашел в процессе. Я не вижу в этом ничего страшного, хотя, например, по Серегиной логике изначальной, это надо разделить на два. pull-request один, где все, кроме правки одной строчки, где там, не знаю, плюс на минус, и в отдельном pull-request второе. Но вот в моей практике, к сожалению, у меня не получается. Она, может быть, даже, я бы хотел ее, например, применить, но я не вижу каких-то сил. То есть здесь очень многое зависит, в том числе, от команды, от людей, и, например, если в какой-нибудь коммерческой разработке я, как там Team Lead, архитектор, могу просто, условно говоря, сверху это дело сказать. Ребята, мы делаем вот так, и все. Ну вот хочешь, не хочешь, нравится, не нравится. То, например, в каких-то там своих таких сторонних проектах, где я там не один, а, допустим, там со своими какими-то друзьями, коллегами как-то что-то делаю, где больше такой энтузиазм какой-то. Ну и тот же OpenSoft, по большому счету, это тоже энтузиазм. Ну нельзя вот так сильно прессовать, давить и говорить, слушай, ну давай-ка дели. Либо в какой-то момент ты можешь просто-напросто отбить там интерес, желание, потому что ты будешь придираться ко всему подряд. И это вот такая тонкая грань, которую важно не переступить. У меня, кстати, есть вопрос к Сергею, потому что когда изначально он доклад этот делал, у меня тут тоже на этом месте дико пригорело. У меня были ситуации, когда я не был на руководящей должности в этих командах, приходил, в общем, лид, и как раз, чтобы себя разгрузить и так далее, он вот вводил вот эти вот отдельные маленькие pull requests, он вводил там, что обязательно там должны быть тесты и так далее, и так далее. В общем, дико жестил, и разработчики, ну мы общались между собой, и как бы лид просто зашел немножко не с той стороны, вот с ноги дверь открыл, сказал, у нас вот жесткое ревью, у меня времени мало, а у вас типа много, вот вы типа и страдаете. И реакция, естественно, команды была в штуке воспринять, сделать там отдельный чатик, где все друг другу жаловались на него, вот да, что бывает. Если такой чатик есть, это на самом деле не очень плохо, хотя бы ребята куда-то выпускают пар. Вот, если они, каждый сидит и накапливает, будет хуже. Вот, и, собственно, как, каким образом в вашей команде это занесли, как именно лид объяснил, что это надо, и как именно он объяснил то, что вот вся команда должна страдать ради того, чтобы у него появилось чуть больше времени. Ну, а почему негативный такой подход, почему страдать? Ну, потому что до этого, допустим, был другой лид, и команда разработки с обычным как бы ревью, с большими там реквестами, он сидел, ревьюил, все было круто, не надо было заморачиваться, там, три дополнительных часа. Ну, ему нравилось ревьюить реквест на тысячу строк, а он как бы не высказывался, то есть, разработчики не знали, разработчики думали, что для лида это как бы норм. А, ну, то есть, он им не жаловался, соответственно, они привыкли к этому, а тут пришел какой-то узурпатор, принес свои адские практики и сказал, вот мы вот это вот так делаем, а вот здесь мы, типа, вот так не делаем, и все, потому что я так сказал. Ну, видишь, вам, получается, не объяснили, вам дали пилу, сказали, пользуйтесь, а вы стали забивать гвозди. Нам нет, нам донесли проблему, что, ну, тяжело, тяжело ревьюить, то есть, у нас изначально мы ставили на качество, не на доставку фичей, а именно на качество, то есть, мы договорились с проектом, что, да, сорян, мы релизим медленнее, но мы не ломаемся, вот прям стараемся вообще ничего не ломать. И нам потом сказали спасибо за такое, и нам объяснили, да, что вот, блин, ну, реквест реально, чем меньше он, тем быстрее его ревьюить, тем больше какого-то фидбэка положительного для тебя, для ревьюера будет. Вы шарите знания быстрее. Я не знаю, как можно хейтить такую идею, если честно, как можно было нравиться ревьюить, хотя я понимаю, как вам нравилось ревьюить километровый полреквест. Вы так проскроили, блин, ну да, норма, с теста не падают, все, апру. Ну, и что? Тогда можно было вообще убирать, сразу диплоить, если там мастер упал, тогда не диплоим. Это прям Дженкинси можно было настроить, нафиг вообще это ревьюить. Нам изначально объяснили, для чего это делается, что, блин, лучше так, да, что сначала мы смотрим это диф на гитхабе просто глазами, потом мы чекаем VDE, просматриваем, и, ну, я на себе почувствовал этот плюс. Я именно как разраб вырос реально вот с таким подходом. Прямо сразу, то есть, ну, получается, что лид очень сильно постарался и сразу убрал весь вообще негатив, или были ребята, которые говорили изначально, что, блин, это какая-то жесть, это будет долго, все дела, но через какое-то время согласились? Ну, давай, скажем так, была параллельная команда, с которой мы взаимодействовали, мы юзали их опишку, и там был вот такой подход, типа, нормас, проскроили, давайте мержем, апруем, диплоем. И вот они там за месяц у них там, они сделали этот спринт, этот спринт, этот спринт, куча фичей. Мы чуть-чуть. И вот спустя месяц мы юзаем их опишки, у нас это сломалось, это сломалось, это сломалось. Вот именно на этом примере, что… А у нас не ломалось. Именно на этом как бы потом все поняли, что, блин, ну да, все-таки стоит уделять. Но поняли все-таки потом. То есть, вот как начальный этот этап перейти, чтобы команда просто вся не уволилась, потому что лид пришел и всех… Наверное, это искусство лида донести. У нас вот не было прям такого хейта и отрицания, такого религиозного прям, о, ни за что, я увольняюсь, ну нафиг. В общем, софт-скиллы надо развивать. Да. Ну, так это ж лид, а что ему без софт-скиллов? Пусть тогда идет тех лидов. Или в фонсорс пусть идет. Ну, реально, блин, ты же Team Lead должен донести этот флоу команде. Так ведь? Слушай, а давайте вообще вспомним, вот как кто-нибудь есть опыт внедрения именно процесса кода ревью, потому что здесь, мне кажется, две разные есть такие, это совсем разные штуки. Одно дело, когда ты приходишь уже в команду, где уже какие-то процессы есть, там неважно, хорошие, плохие, правильные, неправильные, но они есть, да, и все ими пользуются, есть какое-то понимание. И другое дело, когда ты должен этот процесс, условно говоря, этого процесса вообще не было, был просто там, не знаю, новая папка 2, новая папка 3, вот возьми флешку с сервера, вот там лежит это мастер, оно теперь можно его деплоить. Да, и тут, мне кажется, вот уже о чем как бы Серега начал рассказывать про то, про soft skills, про то, как там Team Lead попытался все это донести, вот есть у кого-то тоже, чем поделиться по этому поводу. Но пока вы думаете, давайте я чуть про себя скажу, собственно, у меня были такие тоже процессы внедрения, вот, это был очень непростой процесс, непростые процессы всегда, это надо, хотя как бы вроде у всех, как обычно, есть понимание, код-ревью это хорошо, да, это точно хорошо. Но что значит хорошо? Ты говоришь, ребята, вот смотрите, давайте, значит, мерджить теперь вот все через pull-request. Да блин, тут маленькая фича, ну что я там буду этот самый делать, ну это же, а если, допустим, еще люди там виндусятники, не хочется вроде их как-то неприлично называть, ну, например, которые пользуются, там, не знаю, гуями, им же там надо мышкой запустить, там, выбрать правой кнопкой мыши, менюшку, создать новую веточку. Они же не могут, как вот нормальные люди в консоли, git-checkout-b, все, я уже в новой ветке, и уже готов к git-ci, iam, пошел, все, вот у них только вот это мышиное действие, оно только там занимает минуты какие-то, да, вот, и вот, а зачем, как, и тут как бы, конечно, на помощь приходят всякие инструменты такие, ну, например, как там в GitLab, это там просто-напросто ты даешь роль там девелопер, который делаешь protected branches, и все, ты там в мастер никогда не запушишь, но у меня, например, это было внедрение тогда, когда еще не было GitLab и в помине, и там какие-то эти, я уже даже не помню, как они, Gitosis или еще какие-то, значит, там попытки, первые такие инструменты для какого-то такого управления репозиториями, там немножко все было более скудно, скажем так, вот, и приходилось действительно как-то вот, то есть только вот за счет какого-то разговора, убеждения, показывания, что смотри, вот ты там действительно здесь очень хорошо работает вот этот такой фейл, фидбэк, когда действительно сломалось, ты говоришь, смотри, вот, а если бы ты сделал через реквест, мы бы его посмотрели, это бы просто не дошло. То есть, через какой-то идея в том, чтобы конечные разработчики, которые как-то почему-то противятся или что-то такое, чтобы они на своем собственном опыте увидели, поняли свои ошибки, потому что пытаться навязать, сказать, слушай, я все знаю, у меня опыт, вот смотри, надо так делать. Это не всегда работает. Во-первых, кто-то, ну, с кем-то у тебя там хорошие отношения, кого-то действительно кто-то тебе доверяет, кто там с тобой долго работает, действительно знает, что ты эксперт, и он как бы просто верит тебе на слово, да. Но есть какие-то разработчики в каких-то смежных областях, например, я тоже внедрял, вот, прошлое сейчас там на старой работе внедрение, где было, там было несколько направлений, там, веб, там, дотнет, еще что-то, и я не был экспертом во всех областях, да, если, допустим, там, веб-направлении в базах данных, я был экспертом, и мне просто доверяли, как бы верили на слово, то, например, там, в дотнете я вообще там был, по сути, никто, они такие, ну, что ты тут не будешь, да, ты-то формально там тимлит-руководитель, но что ты тут мне навязываешь? У нас и так все нормально, новая папка 2, old 2, все работает, хватит тут нам, не придумывай. И вот только вот через такую обратную связь получалось как-то это внедрять, вот такой кейс интересный. Ну, мы внедряли, как этот процесс, достаточно давно, и я не могу сказать, что мы это внедрение закончили, потому что оно постоянно находится в движении. Но и для меня оказалось удивительным, что разработчикам нужно сообщить о том, что, ребят, это все то же время, которое вы работаете, то есть не считается полезным временем только то время, которое вы пишете задачу. Как бы вот начинающим разработчикам или тем, кто не работал там в серьезных проектах, для них это новость, о, фига себе, ну, или те, кто фрилансером были, ого, мне будут платить за то, что я смотрю код, а не за то, что я занимаюсь задачей. То есть вот эту штуку, если донести, ну, разработчикам, то уже становится гораздо проще, они гораздо с большим интересом это будут делать. А сам процесс мы внедряли как? Я начинал сам ревьюить, сначала сам свои, то есть я сам написал код, запушил его, потом посмотрел свой, притащил кого-нибудь из тех, кто, ну, более-менее понимает, потому что, ну, одна голова хорошо, а две лучше. А потом постепенно просто уже смотрел, ну, я начал смотреть все результаты работы других разработчиков, они же постепенно разрастались, то есть начинал я один, как фрилансер, грубо говоря, и постепенно мы набирали обороты. Вот. И, ну, так пошло, то что со мной все время кто-нибудь тоже посмотрит. Просто из интереса. Просто интересно, кто и что делает, поскольку у нас разные процессы, вообще мы разные вещи автоматизируем, вот, и это, в принципе, интересно и любопытно, как интегрироваться с какими-нибудь интересными другими сервисами, как писать разные сервисы. То есть, причем у нас разработчик, который пишет фронтенд на Vue, ему интересно, может быть, посмотреть, что мы там в бэке на Go пишем. То есть, ну, вот самое главное для меня, самое важное было дать понять то, что ребята – это все то же самое оплачиваемое время, что и обычное занятие разработкой и работа над задачами. И мы это всем говорим, кто у нас сейчас вот новый приходит в компанию, мы про это и говорим, то, что это такой же стандартный рабочий процесс, типа, ну, не бойтесь, типа, никто не ругает вас, если вы долго на ревью время тратите. Окей. Так, ну, здесь сказали, что в комментах упомянули CVS и SVN. К несчастью, я и то, и другое немножко застал, CVS совсем чуть-чуть, а вот с SVN мы нормально так работали. И, да, там есть ветка по дефолту, называемая транк, которая, ну, примерно то же самое, что мастер. Мы и назвали его транкенштейн, потому что адские мерш-конфликты, которые в СВН небольшие проблемы, они все время попадали в этот транк и получался там полный, в общем, транкенштейн. Все было иногда не очень. Вот, так я считаю, что современные штуки типа GitLab, GitHub, Bitbucket, ну, тут даже как бы это не личное мнение, а просто факт, что они, конечно, небо и земля, и просто райские по сравнению с тем, что для код-ревью было раньше. Мы код-ревью делали, просматривая VDE и описывая комменты в почте, указывая номера строк. Вот, это было, да, это было очень весело, потом смотришь, тоже VDE открываешь. Был плюс, потому что никто по дифу ничего не смотрел. Потому что по дифу там ничего не понятно. Но был минус, потому что после какого-то мержа номера строк менялись, у нас все сбивалось. Ты там просто ходишь. Да, но это немножко ад. На самом деле, да, я потом узнал, что даже в то время были некие тулзы, которые там привязывались к строчкам строчкам и так далее. Но у нас их как бы не было. Это была большая проблема. Но вот мы как-то с этим жили. GitHub – классная штука. То есть, здесь те же самые экшен с командой GitHub, которую усилил Microsoft, они, конечно, ее очень сильно улучшают. И недавно они принесли как раз стат-анализ туда. И не просто принесли, что у нас там галочка ставится, а в самом пул-реквесте видно как раз все комментарии инлайново от стат-анализа. Это просто мега круто. И это видно и для PHP-шного кода, и для всего остального. И сейчас мы попробовали фан прикрутить. Нашли, что у нас в коде много очень интересных мест оказалось. Несмотря на то, что мы как бы и ревью проходили, и все остальное. И хотим еще попробовать Псалм. Это штука, которая прям, говорят, что очень сильно дольше работает, но зато находит очень веселенькие местечки. Но автоматизировать надо, наверное, все по внедрению код-ревью. Сейчас, я думаю, это не большая проблема, потому что большинство слышали, что такое код-ревью. Что-то слышали о том, что такое хорошее код-ревью и так далее. Да, кто-то не умеет, но основы как бы они есть, и принести их достаточно легко. Ну, да. Мне кажется, сейчас там действительно в GitLab только ленивый уже не слышал GitHub и GitLab такие имена, и там более-менее процесс код-ревью, то есть он довольно понятен. Более того, если ты делаешь через веб-интервейс, он тебе подсказывает, когда ты там запушишь. А давай сделаем pull-request. То есть какие-то такие уже подталкивают тебя к некоторым действиям, которые в итоге про это. Слушайте, ну давайте, наверное, еще поговорим, были уже затронули тему инструментов, в принципе разные, какие тут есть. Мы много раз упоминали про то, что надо автоматизировать все, что можно. Но вот мне хочется, наверное, обсудить, что можно автоматизировать, а что все же в итоге останется на стороне ревьюера, то от чего нельзя уйти. Мы уже много раз упоминали код-стайлы, всякие фиксеры, да, там по HPCS, не знаю, там какой-нибудь ESLint и вот это все, которыми можно что-то проавтоматизировать. Вот что еще? Ну, наверное, тесты, да, запуск тестов, там покрытие теста, код-каверидж, оно тоже, в общем-то, CI выполняется, да, ты можешь в конечном итоге увидеть там в том же самом гитхабе, если у тебя там на тревисе оно крутится, то он тебе просто прям к твоему pull-requestу подвязывает, что там код-каверидж, decreased или там increased. Ты сразу видишь какие-то результаты, можешь открыть ссылку. Что еще? Ну да, статический анализ тоже классные штуки, наверное, правильно, чтобы он там не находил никаких критических, там, не знаю, утечек и прочих косяков. Вот, что, но что еще? Что еще можно автоматизировать, а что нельзя? Ну, от ситуации зависит. Допустим, есть проекты, где даже ESLint, ну, вот очень мало таких проектов, но бывает даже те, куда ESLint даже вставлять, там, стрёмно, это аффектит по скорости. Это мы говорим про те самые вот эти вот нелюбимые ландосы и так далее. А так вообще мы, ну, исходим из позиции, то, что, ну, то, что надо, то и внедряем. Мы, ну, внедрять какую-то фичу ради внедрения фичи в код-ребе, то есть, там, при commit hook, допустим, мы вот вообще очень-очень эту штуку, ну, редко используем, потому что она довольно-таки, как это, опасна, потому что не всегда сразу понятно, что именно произошло, и, ну, непонятно, почему оно не запушилось. То есть, типа, мы обычно асинхронно, то есть, сначала запушилось, и уже там разбираемся. Ну, разумеется, не в мастер. То есть, при pull request, да, мы уже как бы смотрим, что и как происходит. Но вообще так, must-have – это линтеры, и вот, по сути, все то, что ты назвал, это все так или иначе используется. Я нового сейчас даже ничего не смогу придумать, испомнить. Ну, ок, да, Саш, давай. Про ESLint, конечно, был немножко странный ремарк, потому что он работает не в рантеме. И перформанс вряд ли может аффектить. Наверное, имелось в виду что-нибудь еще. Ну, да ладно. Так. Что у нас, в общем-то, интересного получалось? То есть, автоматизировать можно достаточно многое. У нас из практики первое, наверное, чтобы я всегда автоматизировал – это проверку код стайла. Но здесь есть один момент. То есть, просто проверка код стайла вообще не катит никак. Мы вводили это в e-фреймворке, мы вводили это в коммерческих проектах. Это дико просто раздражает и напрягает. И если там что-то надо протащить из код-ревью, то просто это вообще ужасно. И поэтому есть проекты, которые делают не просто проверку код стайла, ну и библиотеки, а фиксит его по определенным правилам. Вот такие штуки, они заходят на ура, потому что все перестают париться на тему стиля написания вот этого самого кода. То есть, ну, конечно, форматируют, чтобы там все красивенько было в VDE, но если что-то пропустили, ничего, там еще один коммит просто долетает от бота, который делает правки. Это окей, но мерш коммиты, в общем-то, влияет очень редко. Ну, по крайней мере, вот из практики. И полностью снимает вот этот вот головняк по код-стайлу и следов, и со всех. Вот. Ну и что еще? Еще мы... Тесты. Тесты все-таки очень сильно важны. По ним понятно и правильно ли человек понял задачу. Потому что, опять же, если тест написан, ну, что он тестирует классы и методы, а не use case, это уже очень подозрительно. Соответственно, мы сейчас прикрутили такую тулу, называется Infection. Это мутационное тестирование, которое, в принципе, показывает тестами этот код покрыт или нет. И, опять же, находит очень крутые места в тестах, что она делает. Собственно, она берет и оставляет те же самые тесты, но модифицирует код и запускает. Если другой код с теми же тестами прошел, значит, у вас есть сбежавший мутант. И если вот из этих мутантов делаются очень прикольные выводы, например, что часть кода, в принципе, если эти тесты все покрывают, ну, нафиг не нужно. Можно просто взять, удалить, и ничего не изменится. Или что, опять же, что-то еще произошло там. Или что тесты бесполезные. И ничего не покрывают. Вот. Это, наверное, две таких штуки, которые мы одну давно внедрили по CodeStyle, а вторую недавно внедрили. Они, наверное, самые крутые штуковины за последнее время, которые нам помогли. Прикольно, прикольно. Я тут, кстати, вставлю небольшой комментарий, что у меня в гостях в подкасте какое-то время назад был Алексей Денисов. Это автор проекта MAL. Такой фреймворк для мутационного тестирования. Он, правда, для C и прочее. Но, тем не менее, теоретическую часть мы там довольно-таки хорошо он рассказал. Как раз-таки про мутанты, про то, как все это. Он занимается тестированием кода для ровера, который там на Луну собирают. Так что довольно интересно. О, это очень серьезно. Да, кому интересно, сходите, послушайте. Ну, выпуск номера не помню, но, в общем, я думаю, что вы без проблем найдете. Хорошо. Серег, ты что-нибудь допомнишь еще помимо тестов, линтеров и статанализа? Да что-то все уже прям рассказали. Я не знаю. Последнее, что в Skyeng внедрили, это, в общем, внедрили проверку на commit message и на название pull request. Типа обязательно должна быть код задачи в Jira, иначе у тебя pull request, и его не сможешь смержить. А это не бесит? Я не хочу это комментировать сейчас, пока я работаю. Хорошо. А оно такое, да. Это, наверное, да, наверное, то же самое, что с код стайлом. Офигенно было бы, если бы, собственно, какой-то бот затягивал commit message неправильный и перефольмурлировал бы его. Нет, но здесь больше, что ссылка на задание. Ну, что бывает, ты открываешь код, просто не понимаешь, что за бред, и делаешь в Stormy annotate, смотришь, там, допустим, в commit message ссылка на задачу, открываешь задачу, и там, например, в комменте будет написано, типа, ну да, мы посовещались, решили сделать вот такое вот, и как бы вся команда согласна. Единственное, для чего это может быть толковым. Слушайте, а я на самом деле, для меня лично тоже вот этот момент связывания commit сообщений, ну, вообще commit message с там, task tracker кажется важным. Да, я всегда и везде за него боролся. То есть, ну, например, там GitLab, он умеет, когда ты делаешь, открываешь task, ты можешь сделать там create branch, он сразу ветку называет именем, ну, идентификатором этого самого task. Но это все равно не помогает, потому что я, например, вот, как бы, будучи там, ну, так сказать, тем лидом, таким основным ревьюером, да, мне много приходится смотреть, и я, например, у меня почти всегда, если вообще не всегда, запущен какой-нибудь там, ну, сейчас это fork, не знаю, там, source 3, ну, в общем, какой-то визуальный интерфейс для Git, да, для репозитория. Я смотрю там, где какие ветки, как они учились, ну, чтобы просто понимать вообще, что где происходит. И очень-очень важно и удобно, классно, когда у тебя в commit message написано не просто типа что-то поправил где-то, а у тебя есть сразу там, условно говоря, ревс на номер задачи, ты просто тут же тыкаясь, не выходя из контекста ни поиском, ничем, попадаешь в task tracker свой, открываешь эту задачу, видишь, у тебя ветка сливается, она автоматически закрывается, ты, когда открываешь div в pull request, ты видишь именно все изменения, и даже потом, если у тебя div слился и ветка, условно говоря, удалилась, да, как бы, потому что никто не держит уже удаленные старые ветки, ты все равно даже в git log'е увидишь, какие коммиты связаны про эту задачу, и это вот порой бывает очень полезно, потому что действительно бывают случаи, они, конечно же, не каждый день это, но тем не менее, когда, слушай, а мы что-то похожее делали в рамках там вот задачи про кнопочку, да, ты находишь задачу про кнопочку, понимаешь номер задачи, идешь в git repository в log, находишь div тех коммитов, которые с этой задачей связаны, и видишь, о, действительно, мы тут прикрутили вот это, и это клево, это можно перенести сюда, то есть это, ну, как бы, вещь такая, это повседневная рутина, ну, так и бывают повседневные задачи, которые очень сильно помогают, вот, Серега, да, ты хотел добавить. Да, еще развить эту тему, почему код-ревью важно, и почему такие штуки, как вживую обсуждение изменений, вот, как у Антона есть tool request, когда ты подвинулся, обсудил, да, и сделали так, почему это плохо, и почему лучше на гитхабе обсуждать это в коммит-месседжах, потому что, вот, опять же, спустя, там, год, или просто ты чужую базу кодовую открыл, увидел какую-то ерунду, зашел в этот pull request на гитхаб и посмотрел обсуждение, где видно, почему люди приняли такое решение, что они вот предлагали такое, 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 и в конце они обсудили и решили, вот, сделаем так, команда согласна, это тебе дает какой-то контекст, почему было именно сделано так, даже если тебе сейчас с твоей колокольни кажется, что это полный бред, и как такое можно было сделать, причем часто так бывает, а когда вы вот так вот на соседних стульях обсудили, и все это осталось у вас в головах, вы завтра ушли из компании, пришли новые люди, они смотрят, как так вообще можно было сделать, почему, и вот это все теряется, если же все обсуждение было в pull request, на гитхабе, на гитлабе, неважно, просто это зафиксировано, это останется с вами навсегда, вы всегда сможете вернуться и проревьюить это ревью, понять, почему так сделано. Я с тобой согласен, это реально идеальный подход, как это, ну, должно работать в идеальном мире, я ставлю ремарку на свои же слова, я говорил про есть линд и перформанс, Саш, я имел в виду перформанс разработки с точки зрения скорости разработки новой фичи, а не скорости работы проекта. Я понял, хорошо. Да, это важный момент, то есть, просто когда переходит проект на поддержку, где говнокод, извиняюсь, там, и мы запускаем линдер, он там все-все-все-все красит красный, и некоторые вещи он пофиксить сам не может, типа, на это время тратить не всегда хочется. Вот, Серега, по поводу того, что ты сказал, то же самое про время, да, я знаю, что стул-реквест это очень хреновая практика, вот, и, ну, от нее нужно по максимуму как угодно уходить, но иногда, если мы, как бы, все эти стул-реквесты превратим в пул-реквесты, у нас просто будет гораздо больше времени на это уходить, и вот приходится балансировать реально постоянно между, ну, вот, бизнесовой частью и вот идеальной разработкой. Я сам понимаю реально то, что это хреновая практика, вот, ну, вот такова жизнь. Ну, хорошо, да, бывают и такие случаи, слушайте, ну, вот, смотрите, мы вроде там обсудили всякие автоматизировать, что можно, но так и не сказали, что уже нельзя, а как мне кажется, здесь тоже вот человеческий фактор, вот он выходит на самый главный план, и это там, условно говоря, какой-то нейминг переменных, там, не знаю, потому что, ну, никакой у тебя автоматический анализатор, какой бы он ни был, он никогда тебе ничего нормально не проанализирует там А, Б или там что-то как-то. Кстати, кстати, буквально из недавних, из недавнего приведу просто шикарный пример, я там делился с ним в Твиттере, это, значит, просматриваю я тут исходники одного проектика, и там, значит, встречаю функцию в бэкэнде, которая имеет название, там, в контроллере action, имеет название функция action684. Я такой, о, какое классное название, слушай, значит, пишу там товарищу, говорю, слушай, это что за хрень такая вообще тут в коде? Он говорит, слушай, это, говорит, отсылка там к таске в нашем трекере. Ну, то есть, как бы, смотри, очень классно, в принципе, проблема тоже очень легко решается, да, зачем называть, давать осмысленные имена, если мы можем просто, пишешь новую функцию, ты же ее в рамках какой-то задачи делаешь, так и пишешь, там, не знаю, function, там, 95.17. Вот, я открыл эту таску, там, конечно, полный трэш, выкладка, что-то такого, ну, в любом случае, это вот трэш, который, которого в нормальном мире быть не должно. То же самое, наверное, касается каких-то, там, не знаю, наименований файлов, да, вот, как бы, которые там где-то как-то называть, тоже как бы, ну, компилятору пофигу, или там, интерпретатору, как ты файл назовешь, если на него корректная ссылка, корректный, там, namespace, да, то все будет хорошо, он все скомпилирует, все отработает. Но с точки зрения, как бы, кода, и вот, оно не очень как-то будет. Кстати, тут, наверное, тоже приведу еще один интересный пример из моей, там, практики внедрения такого в код-ревью, и у меня была одна разработчица, веб, вот, и когда она только начинала, так сказать, присылать мне, так сказать, свои, там, пол-реквесты, там порой доходило до слез, она нескоро уходила после моих пол-реквестов в слезах, потому что я, там, как бы, придирался к таким вещам как раз-таки, то есть, вот, условно говоря, там есть три-пять модулей, и вот шестой почему-то все называются, там, условно говоря, вот так, там, не знаю, там, ну, модули что-нибудь, допустим, я утрирую, а вот шестой называется, не знаю, там, как-то по-другому. Я вот задавал вопрос, говорю, а почему, говорю, вот эти пять сделаны вот так, а вот шестой нет? Почему все функции расположены вначале, там, ну, например, вот типичный тоже момент, который, ну, наверное, может быть автоматизирован, в принципе, это, например, как устроен у тебя класс, да, что у тебя, там, условно говоря, идет вначале, там, не знаю, правит поля, потом конструктор, потом там деструктор, потом публичный, потом там приватный, но есть какое-то соглашение, кому как нравится, в разных языках, опять-таки, есть разные стили, там, например, в C-шарпе, там еще есть атрибуты, проперти, потом поля, филды, в общем, но есть какой-то подход, как это, в принципе, вот. Главное, чтобы он был, вот. А тут там это еще было, опять-таки, наверное, больше десяти лет назад, да, больше, больше, где-то, ну, не пятнадцать, но чуть поменьше, вот, и таких особых каких-то тузов не было, и действительно, вот, приходилось все это глазами просматривать, да, и были такие плачевные, в общем, первые плачевные в прямом смысле, значит, код-ревью, но зато потом, зато потом, что хочу сказать, как бы, что через некоторое время я мог доверить просто ревью любого, любого пол-реквеста этой своей сотрудницы, и она просто на ура так же разносила в пух прах просто всех остальных. Но главное, что результат всего этого – это единобразие кодовой базы в целом проекте. Вот, как бы, это такой вот дзен, который надо было пройти, как-то осознать, и дальше уже вот, то есть наращивать, скажем так, культивировать вот эту культуру, когда один ты сначала как-то пытаешься доносить, потом вот ты, там, значит, в свою такую веру, да, обратил еще одного разработчика, вы уже вдвоем начинаете инсидать, и тем самым можно вот как раз-таки вырастить эту культуру, вот, неважно, какая она там, правильно, разделение на коды, на отдельные пулриквесты, главное, что вы сможете всегда, даже при появлении нового сотрудника, который по каким-то причинам, там, ему это не нравится, ему что-то не нравится, он хочет что-то поменять, даже ему можно будет за счет всей вашей массы, поскольку у вас больше, и у вас это все слажено, да, донести это как-то, ну, либо человек скажет, нет, ребята, это не мое, и просто уйдет, что тоже, в общем-то, вполне нормально, но как бы зачем, зачем пытаться там что-то мучить себя и всех-всех окружающих, вот такой история из жизни, поэтому вот нейминги, какой-то, значит, структура и, безусловно, какие-то архитектурные решения, да, потому что тут тоже, конечно, можно много спорить, и я не знаю, честно говоря, даже как тут правильно быть, потому что это всегда такая штука, такая эфемерная, то есть, ну, как бы, если код выполняет свою бизнес-задачу, то, в принципе, ее можно реализовать, ну, десятками, если не сотнями тысяч способов, да, как бы, но просто и тут нельзя, и самое главное, что тут нельзя формализовать вот эти вот механизмы, то есть, нельзя формализовать, сказать, так, всегда, когда тебе нужно получить какой-нибудь класс, всегда надо использовать DI, это тоже утверждение будет неверно, потому что, да, в каких-то случаях оно где-то в коде хорошо, а где-то оно не нужно, то есть, а где-то наоборот, да, и вот это только какой-то опыт старших коллег, в первую очередь, да, которые просто за счет своего какого-то эксперимента слушай, ну, да, здесь, знаешь, на самом деле лучше бы действительно DI прикрутить, потому что вдруг потом когда-то он у тебя уже вот здесь есть, а вот здесь я бы пробросил там напрямую что-то такое, поэтому это вот такая дискуссионная тема, тут главное, как бы, как уже верно было замечено, мне кажется, ни один раз там не язвить, не прессовать, что ты вообще лошара ничего не знаешь, смотри, как надо, а просто как-то именно вот суметь сказать, что да, это применялось, объяснить, почему это может быть хорошо, да, вот, кстати, кстати, здесь вот по вопросу о ревью и вообще, так сказать, всяких каких-то фидбэка, буквально не так давно я тут в Твиттере увидел твит от Натальи Теплухиной, это Vue.js Core Developer, да, она кидала ссылочку на такой проектик, как, сейчас как же он называется, Conventional Comments.org, я почему-то про него раньше не знал ни разу, но я кину ссылочку, оно будет приложено, что он вот, смысл в том, что там это, собственно, вот про то, как вообще писать конструктивные комментарии, что там не надо там обзывать, ругаться пятое-десятое, но там есть, это понятные такие, наверное, вещи, но там важно, как условное форматирование, что ты там пишешь, там некие такие лейблы вешаешь, там, question двоеточишь, что это будет вопрос, что ты хочешь, это там точно без чего там нельзя слить, это там, ну, не пик, там, нон-блокинг, да, то есть какая-то мелочь, но которую, тем не менее, было бы неплохо, вот я обратил внимание, пожалуйста, посмотри, либо там, не знаю, там, suggestion, да, что, слушай, вот эта штука работает неправильно, вот я бы сделал по-другому, то есть не просто, типа, у тебя тут все неплохо, все плохо надо переделать, а именно как предложение, комментарий, важный вопрос, неважный, тем самым и структурируется, во-первых, вся ваша переписка, как бы, она становится более понятной, что на что в первую очередь надо обратить внимание, на что в меньшей степени, на что можно там опустить, оставить за кадром, то без чего нельзя, например, слить, вот, довольно-таки интересная штука, и, в принципе, я даже думаю попробовать ее потом где-нибудь, ну, в первую очередь, может быть, даже на, там, на, на гитхабе, на каких-то open-source проектах, в библиотеках, мне кажется, оно вполне может зайти, вот, поэтому посмотрите, вот вы что, вы что думаете по всему этому поводу? Вот что ты говорил на тему таких потенциально вредных практик по код-ревью, у меня есть еще два, в общем-то, пункта, первый – это прям вот супер вредный, это который я, собственно, делал и не раз, это когда приходишь в код-ревью, видишь два косяка, откаменчиваешь и говоришь, ну, ладно, типа, исправь, потом я еще наваливаю, потом человек исправляет, ты смотришь, о, еще два косяка, я опять накоментил и опять ушел, потом еще, и еще, и еще, и, короче, мало того, что в open-source это прям вот прямая дорога, чтобы тебя послали и сказали, да ну вас нафиг, вам мой код не нужен, если бы вам нужен, вы бы как бы фидбэк выдали весь сразу, я бы все исправил, все бы нормально, но и это настолько напрягает, что и даже в коммерческих проектах, где можно сказать, ну, блин, это типа вот хотят, чтобы я дофига времени потратил на это дело, ну, пусть мне платят, мне и так платят нормально, вот даже у этих людей, которым ну, можно психологически сослаться на то, что я на зарплате, мне пофиг, на самом деле нет, их тоже напрягает, и второе, пожалуй, пожалуй, это заход издалека, вот это я видел несколько раз, это были просто вообще чудовищные такие штуки, когда вместо того, чтобы напрямую написать, что вот здесь у тебя не так, вот поэтому, 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 если сделать вот так, то станет лучше поэтому, поэтому. Они писали, слушай, а вот в этом месте выглядит немного подозрительно, а что будет, если мы развернем это на десяти там серваках? Хотя человек уже знает ответ, что будет и все такое, он типа ты догадайся сам, и вот эти штуки, когда у них особо еще и таланта к тому, чтобы задать вот эти вот правильные... Наводящий вопрос таки. Наводящий вопрос и нет, это просто ужасно, потому что человек сидит, тратит полдень на то, чтобы вкурить, что-то такое было, пытается в чате там этого человека где-то выловить, а ему же не хочется прямо выдавать все, он хочет типа обучить, и на самом деле он не обучает, это только раздражает. Чувство собственной важности зашкаливает вообще. Да-да-да. Это вообще ад, вообще когда лично вот эта вот хрень личная из личного общения перетекает в код-ревью, дедовщина там и так далее, это вообще жесть. Ну, конечно, плохая практика, мы про нее не раз уже говорили, это бутылочное горлышко. Еще хуже это токсичное бутылочное горлышко, а еще хуже токсичное бутылочное горлышко, которое говорит вот этими всякими, подумай сам, поищи сам эту проблему. Да, при этом я понимаю, что есть другая крайность, то, что типа когда, ну, ревьюер берет, а ладно, давай сейчас за тебя сделаю, покажу, да. Это другая крайность, это тоже плохая практика. А вот это вот то, что этот мудрец, к которому на поклон приходит, слушай, ну скажи, пожалуйста, в чем там проблема. Ну, блин, так ты не научишься ничему. И в итоге этот человек уходит потом. Все, спасибо, я обойду учиться в твоей компании. Да, вот что ты сказал, что крайность то, что делаешь сам за других, но я считаю, что нет, это не крайность, это норм. То есть, в том же open source, когда действительно быстрее и проще сделать самому, мы так делаем, мы пушим прямо в pull request тех, кто сделал, и, соответственно, им показываем уже на готовом коде, что вот здесь вот так, вот это вот так, я сделал это вот поэтому. Если вдруг я налажал, ты мне скажи. И это работает один в один так же, что ты заставил его исправить, но, то есть, момент обучения, он не теряется. Я с тобой согласен, да. Предыдущие мои высказания частично было неверным. Спасибо, я понял, о чем ты говоришь. А у меня вот вопрос к Саше по поводу open source. Вот смотри, в продуктовой штуке, когда разработчик денежку получает за то, что он пишет код, он как бы заматимирован, да, свой, вот если его завернули, пофиксить, чтобы все-таки запрувили, чтобы его все-таки pull request смержился и ушел. А в open source какой, я не знаю, процент людей или сколько людей отваливается после reject? Вот типа из reject или ай, хрен с вами, сами. Процентов 30, наверное, отваливается после reject, где мы, ну, либо много очень накомментили, либо чуть-чуть там перегнули, но обычно в этом есть и наша вина. Если бы мы всегда вели себя идеально, наверное, тогда бы отваливалось, ну, процентов 10. Потому что, ну, смотри, в open source тоже есть мотивация, чтобы твой request смержили. Потому что, скорее всего, сделан он либо энтузиастом, который действительно, ну, прикольно ему, что я вот хочу, чтобы мой реквест, мой код был там в ядре крутого фреймворк или еще что-нибудь такое. А другая сторона – это когда есть компания, у компании есть фреймворк, они… им что-то не зашло, они по-быстрому сделали форк, сделали форки-правки и закинули это дело в апстрим. И им, ну, как бы им вообще не прикольно форк мейнтейнить, потому что это мерж конфликты, там все дела, им очень-очень надо, чтобы как можно быстрее избавиться от этого форка, потому что это лишний головняк. Поэтому они, собственно, вот эти вот все правки, они в апстримы кидают. Так вот происходит, например, с одним из главных юзеров фреймворка E, это CraftCMS. То есть, у ребят прям отдельная команда, которая, наверное, даже больше и стабильнее команда самого фреймворка. Вот, да. Но они большие молодцы, потому что они закидывают, ну, практически идеальные на pull-request. И вот как раз здесь ситуация с форком. То есть, у них есть форк, они из него периодически дооформляют и кидают нам. Форк не идет в продакшн, но на девелопменте. Стратегия чего? Вот когда человек отвалился. А вы понимаете, что pull-request, блин, ну все-таки хорош, его чуть-чуть пофиксить. То есть, вы пингуете его в pull-request? Ну, вы как-то пытаетесь связаться? Да, конечно, мы пингуем, мы говорим, какие планы, там все дела. Если человек прям или не отвечает достаточно долго, или говорит, да у нас козлы вы все. Вот. Мы говорим, блин, чувак, ну извини, конечно, если что не так, мы сами доделаем все дела. И если там действительно стоящий код, то мы дополировываем и втаскиваем. Я тут, Саш, тебя дополню тоже по праву open source. Вот даже у меня там какие-то мои библиотечки. Есть, мне кажется, еще такой некий тип, скажем так. Это, знаешь, когда приходит чувак, о, у тебя классная штука, а я тут тебе прикрутил вот эту, вот эту фичу, вот это, вот это, вот это. А ты потом, ну, то есть человек как бы до конца не въехал, наверное, это больше похоже на молодежь. Но по профилю там гитхаба сложно понять, да, этот, так сказать, молодой разработчик неопытный или какой он там есть, но смысл от этого не меняется. То есть, приходит человек, говорит, ой, слушай, я попробовал, оно мне понравилось, но мне еще нужна вот такая фича, я вот тут тебе, вот тебе сразу pull request, давай то-сё. И тут ты начинаешь смотреть, разбираться и говоришь, слушай, чувак, ну смотри, вот это не зайдет потому что, потому что, потому что. Ой, блин, а мне там надо пятое-десятое, супер. Там второй вариант, слушай, чувак, это уже сделано вот там-то, вот там-то, ты такой вариант не полез туда. И там третий вариант, действительно штука классная, да, но смотри, ты не написал тест. Вот у меня, по-моему, до сих пор где-то там в моем вампе висит там закрытый уже, наверное, даже merge request, где, говорю, чувак, слушай, ты, говорю, ну, наверное, говорю, неплохо, говорю, в принципе, можно, но как бы давай, вот есть тесты, то-то-сё. И чувак слился, и всё, как бы. Мне эта фича не нужна, в принципе, никто больше ее не просил, ну, вот, да, да, протух, всё пропало. Был случай, когда пришел чувак, сделал merge request, я говорю, слушай, всё классно, он говорит, слушай, ну, прости, я, конечно, тесты, говорит, у тебя там как-то так написано, я не очень понимаю, чего как, как бы, вот ты мне либо помоги, либо чего. Я говорю, слушай, окей, хорошо, я допишу. Действительно, я сам дописал там тесты, помог, и все остались довольны, то есть и фича попала в код, и я меньше потратил время, потому что я ее не писал в итоге, да, но, да, немножко пришлось приложить руку к тестам, покрыть тестами, но в итоге все остались довольны, и это тоже, как бы, мне кажется, вполне себе нормальная ситуация и вполне имеет право на жизнь. У нас еще бывают интересные вещи, когда происходит такой затык или вообще не из-за английского в тикетах или еще чего-нибудь такое, и в этом случае иногда мы просто находим контакты человека там в почте или там в Телеграме или еще где-нибудь, и тупо списываемся, созваниваемся на удобном языке и так далее, и так далее. Иногда это через Google Translate, конечно, проходит, но вполне себе работает. Ну, забавно, слушай, вот это я с таким не сталкивался. Вот, поэтому, в общем, ситуации бывают разные, тут как бы, в этом плане, кстати, очень классно, вот есть такие штуки в том же самом GitHub, неважно, GitLab, да, когда у тебя темплейты там для новых issues, когда, пожалуйста, выбери, что это, это у тебя бага, это фича, если это фича, то, пожалуйста, опиши кратко то, опиши все, да, приложи тесты, и вот я в какой-то момент там уже достаточно давно, когда эту штуку к себе прикрутила, практически сразу, как она появилась, как ее GitHub анонсировали у себя, очень классно помогает. Ты действительно открываешь проект, ты вроде хочешь что-то сделать, ты думаешь, как бы это написать, но фиг знает, как у всех принято, да, как у всех принято описывать, а тут ты просто жмешь new issue, и у тебя открывается темплейт, и вот GitLab в этом плане тоже очень хорош, ты когда хочешь сабмитить какой-нибудь баг на GitLab, а в багах в GitLab мы все понимаем, их там какие-то сотни тысяч миллиардов, вот, у тебя, пожалуйста, опиши, привожи environment, то есть есть все со стороны проекта, чтобы показать, что действительно у тебя там как бы environment соответствует окружению, ну, правильно, тесты какие-то базовые, это очень классно, вот такие штуки, они… Ну, сейчас темплейты есть и на GitHub, и на GitLab, и сейчас везде, да, конечно, они везде. Вот, ну, в общем, такие штуки, слушайте, мы с вами уже тут ни много ни мало, по два часа практически это самое навещали, давайте, наверное, мне кажется, потихонечку подводить итоги, вот, сейчас мы посмотрим, что там у нас по результатам голосования, а пока что, пока что запустим еще одно такое итоговое голосование, так сказать, поменялся ли ваш взгляд на процессы код-ревью, узнали ли вы что-нибудь нового или нет, пожалуйста, не поленитесь зайти и что-то отметить, нам будет это очень-очень-очень важно бы увидеть, ссылочку сейчас приложим в чатике, вот, да, и все. Ну, а пока что, пока что посмотрим на результаты, собственно, что должно проверяться при код-ревью, проголосовало 72 человека, за что им спасибо, и в целом у нас там было пять вариантов ответа, покрытие тестами, архитектурные решения, бизнес-логика, нейминг и стиль кода, но, грубо говоря, примерно порно, то есть покрытие тестами меньше всего 13%, здесь можно было выбрать несколько вариантов, вот, и, собственно, вот покрытие тестами пока что меньше-меньше всего получил процент, но, в принципе, мне кажется, это нормально, то есть как бы и архитектурные решения, и бизнес-логика, и нейминг, они должны, в общем-то, проверяться в первую очередь, потому что их нельзя автоматизировать, да, стиль кода тоже, видите, у нас там 16%, то есть все равно кто-то его тоже проверяет, это значит, что либо не прикручены какие-то автоматизированные тулзы, да, либо все же есть какие-то вопросы, в том числе и по этой части, вот вы что думаете, как прокомментируете на такие результаты? Ну, результаты интересные, мне немножечко смущает то, что здесь, в принципе, есть стиль кода, я полностью считаю, что стиль кода никогда не должен проверяться и должен фикситься, собственно, автоматом, вот по остальным пунктам норм, но еще, конечно, немножечко меня смущает то, что самое главное, то есть бизнес-логика и архитектура, они занимают не супербольшую часть тех голосов, которые за них отдали. Серег? Ну, я бы хотел сказать, что не относитесь вообще к ревью, как к проверке чего-то там, ни поиск багов, ни покрытие тестов, ни проверка на работоспособность, рассматривайте его больше как обучающий процесс, как инвестицию в команде, как, я не знаю, как вы книги читаете, на конфы ездите, рассматривайте больше с этой стороны, кон-ревью именно, и когда вы ревьюете код, и когда вам делают замечания или заворачивают, я сначала тоже, ну, мне не нравилось, никому не нравится, когда их по реквест заворачивают, но, наоборот, относитесь это как к плюсам, что вам, наоборот, дали знание, как ваш код, ваше идеальное решение, которое вы думали, блин, лучше уже нельзя сделать, вам еще показали, как его можно улучшить. Это, наоборот, круто, когда ваш реквест, ну, заворачивают, не всегда, конечно, но, блин, подходите философски с этой стороны, к ревью. Вот такое мое видение. Да, ну, Серег, ты так и не ответил, не прокомментировал результаты, но философское высказывание было довольно полезное. Ну, меня, правда, удивляет, да, то, что за стиль кода и номинования классов почти, получается, половина, ну, там, две пятых, типа, за стиль кода и номинования классов. Это интересно-то, хотя, вот, бизнес-логика и архитектура гораздо важнее в моем понимании. Это, ну, вообще, интересное наблюдение. Слушайте, ну, здесь, во-первых, еще был мультивыбор, вы не забывайте, поэтому наверняка нашлось те, кто поставили все, и поэтому... Точно. Иначе бы мы получили тоже, знаешь, как бы проверять только архитектурные решения и не проверять ничего больше, это тоже, как бы, не совсем верно. Да-да-да. Ну, а здесь еще по наименованию я считаю, что это тоже дико важная штука, просто, ну, заворачивать совсем из-за не очень хорошего наименования не надо, потому что... Ну, а с другой стороны, я видел проекты, где народ просто вот дико морочился по именованию, и они вместо того, чтобы выкатить задачу, которая прям уже достаточно подгорает, они сидели там еще два дня, имена правильные выбирали, спорили, да, обсуждали, но зато у них код читался просто прям замечательно, как, не знаю, как проза, то есть смотришь прямо, бизнес-логику все видишь. Шикарно, шикарно. Ну, давайте пойдем к следующему вопросу, у нас был про время, я уж не помню, ну, неважно, давайте откроем про время, посмотрим, тут, конечно, у нас поменьше народу проголосовало всего 30 человек, вот, сколько времени должно уходить на код-ревью от создания реквеста до получения обратной связи или мерджа, и тут у нас результаты, ну, как мне кажется, правильно, я, скажем так, согласен с этим результатом, здесь 70%, это не больше рабочего дня, но есть на втором месте 13% не более недели, и вот это как-то уже много, как по мне лично, ну, и как получится, вариант, честно говоря, он такой больше пофигистский, как мне кажется, все же все равно какая-то устремленность к какому-то такому сокращению времени, она должна быть хотя бы какая-то целевая установка, что да, мы хотим, мы стремимся к Magic Quest в течение дня, но да, как получится, бывает там в течение двух дней, вот, ну, и не более часа, 10% это, конечно, совсем круто, но это, наверное, про какие-то совсем милипущенные однострочники, которые там, ты своим коллегам без привлечения темлидов или вот как-то так коммитишь, вот у меня такие мысли. Ну, в коммерческом проекте, да, не более рабочего дня, а в open source, ну, было бы неплохо, если бы мне за неделю хотя бы ответили, вот. Вот примерно такая статистика у меня в голове. Иногда, когда я, ну, собственно, начинаю ревьюить GitHub, и мне прилетают прям плореквесты, которые можно посмотреть и смержить, я их как бы опрувлю, мержу и все такое, достаточно быстро, народу говорят, блин, нифига, это типа топовая скорость вообще, когда там за 5 минут, там за 10 минут прям раз, раз, раз влетело, влетело, но вот то, что посложнее, оно, да, оно затягивается, и оно затягивается, ну, если на рабочий день это очень хорошо, потому что в open source, да, в случае и большому счастью удалось собрать фонд и все-таки сделать какое-то подобие фуллтайма. Но, в общем, в open source этого обычно нет, и здесь, наверное, не более недели, это допустимая такая штука. То есть, да, если ваш реквест завис на неделю, но это еще так более-менее, если на больше, наверное, стоит пинговать уже мейнтейнера, потому что, скорее всего, он просто продолбал, и нотификация куда-то не туда залетела, и он его просто не видел. Но все забывают, это нормально, напоминать о себе стоит. Да, я тоже, да, чуть подзабыл, допомнил, что действительно как бы в open source как бы неделя-две, но норм, и у меня тоже были случаи, когда я там, не знаю, уходил в отпуск, реально уехал в отпуск, и у меня в первый день отпуска прилетел issue и, значит, pull request про issue на гитхабе там в библиотечке, а я там особый, не помню, даже ноут был у меня, не был, я как-то с телефона чуваку уже говорю, ну, как бы да, все здорово, я увидел, давай я сейчас в отпуске, я там вернусь через неделю, и это тоже ок, ты как бы дал обратную связь, человек понимает, что все, его merge request, там, pull request увидели, он не забыт, и это ок, да, ты потом там через... А по окончанию отпуска он все-таки вспомнился? Да, 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 ну, я, во-первых, я... А у меня бывало, что я вот так же отписывался, а потом он такой, блин, я полгода назад, короче, обещал тут, видите, тут опа, ну, ё-моё, как стыдно, какой ужас. Нет, тут очень хорошо работает, что, ну, надо не постесняться прийти и там не напомнить, типа, там, пинг, пинг CS Diamond, что там, когда мой request примешь, это нормально абсолютно, но все мы люди, ёлки-палки. Да? То есть, я думал... Да, это окей, главное, чтобы не каждый чеш. Ну, да, да, меру сдать надо, согласен. А, еще одна штука, я видел в нескольких даже компаниях отдельную должность код-ревьюера, который занимался двумя вещами, то есть, на начальном этапе он проектировал проект, а дальше не занимался его разработкой, не занимался, в общем-то, даже развитием архитектуры, он просто сидел и проверял вот как раз каждый-каждый pull-request, и вот у него как раз была метрика не более часа на код-ревью. Фантастика. Нет, ну, если это исключительно твоя работа, только проводить код-ревью, ну, как-то... Да, даже должность у него была, код-ревьюер. Наверное, как-то так, хотя тоже... Нет, было забавно, если он написал архитектуру, да, потом, допустим, год ее кто-то реализовывал, а потом он начал проверять, как она сделана. А мы все знаем, что как бы начальная архитектура... Ну, я думаю, нет, не-не-не, он там был с самого начала, естественно, он корректировал и разработку тоже. А у вас эта группа, которые ревьюеры, они тоже пишут код, а не мейнтейнеры, или они так, внешние наблюдатели? Когда как, то есть там есть и мейнтейнеры, которые что-то пишут, там есть и те, ну, там все из них, они в e-framework-контрибьютере, то есть их код в мастере по-любому есть. То есть они довольно хорошо... Ну, я не могу прийти и сказать, возьмите меня, я хочу ревьюить. Ну, ты можешь. Спасибо. Здесь как бы, да, здесь надо смотреть на компетенцию человека, прежде всего, и что он, собственно, пишет, что еще у него есть на гитхабе, какой опыт. То есть если опыт достаточный, то, в принципе, туда можно попроситься, мы добавим. Если опыт неизвестен, то, скорее всего, мы попросим либо каких-то там пруфов, либо, соответственно, подождем, пока человек на полу-реквесте что-то. Ну, окей, давайте еще у нас один был вопросничек. Это сколько изменений допустимо в рамках одного полу-реквеста. Это, кстати, был, оказывается, второй на самом деле вопрос. Тоже 61 человек проголосовал. Результаты следующие. Половина – это как получится. А дальше 20% до одной-двух страниц суммарно, 18% до трех-пяти страниц суммарно и 13% только изменения в одном классе файле-модле. Я понимаю, прекрасно тут были комментарии тоже в процессе в чатике, что наши, так сказать, голосовалки такие несколько абстрактные. Но надо понимать, что сложно сделать конкретный. Конкретный голосовалок, значит, надо переводить конкретный полу-реквест, да, конкретный код, и тогда можно действительно задавать конкретные вопросы. Вот. Здесь мы пытались так абстрактно в вакууме как бы задать. В среднем, в целом, какие вот там в вашей повседневной работе, так сказать, должны быть там метрики, да, по времени, по объемам кода. Вот мы получили такие результаты. Ну, здесь как получится, конечно, тоже, в общем, по большому счету оно правда, потому что по-другому не бывает, наверное, как получится. Вот. Но вот, допустим, например, там Серега, наверное, скажет, ну, ребят, вот когда вы все разбиваете на мелкие, то там получаются мелкие изменения. Хотя, наверное, рефакторинг, который вроде как одно, маленькое, просто надо переименовать один в одну функцию, которая используется в примерно 100 миллиардах классов, методах. Ну, получится такой полу-реквест на, не знаю, десятки страниц. Что скажешь? Я остался верен своему подходу. Я так понял, что, ну, все против и все, как бы, делают как получится. Я, со своей стороны, рекомендую просто попробовать. Блин, попробуйте, я не знаю, хотя бы неделю так сделать и посмотрите на результаты. Как вам? У меня, кстати, вот немножко начало меняться мнение, но я все еще против связанных как бы полу-реквестов, где для одного нужен второй. Но если по ходу задачи намечается там рефакторинг и так далее, то... Ну, допустим, выхода нет. Не-не-не-не, даже не так. Так, если намечается рефакторинг, который вроде как не особо связан с задачей, то делать его отдельным полу-реквестом норм. Если это зависимый, я все-таки все еще не нравится мне, что либо его мы делаем вообще отдельно, и второй полу-реквест просто не прикладываем, пока этот не смершит. Потому что, вот опять же, эти мерш-конфликты, они все убивают. Здесь вот по опросу, сколько изменений допустимо в рамках одного полу-реквеста, как получится... Самый правильный ответ, да. Самый правильный ответ, но все-таки как майн-трейнер я про себя иногда матерюсь, когда мне прилетает на 5000 строк что-нибудь. Я, конечно, пытаюсь это все понять. Иногда я понимаю, что фича там мега крутая, что это там все изменит, тогда я трачу время, но все-таки, наверное, 500 строчек – это вот такой нормальный лимит, который возможно за один раз все-таки посмотреть, и это может сделать, в общем-то, не специально суперно тренированный человек, который таких уже пятитысячников сделал там много, а, в общем-то, обычный человек, который как бы просто не умрет от такого количества контекста. Вы, когда создаете пол-реквест, вы поставьте себя на место оунера вот этой библиотеки, на место Саши, например. И вы представьте, что вам придется ревьюить вот ваш этот пол-реквест. Вам норм будет, где у вас там в одном пол-реквесте какие-нибудь автоматические изменения шторма, где вы код-стайл сделали, и плюс еще фича. Есть ли норм? Ну, в принципе, да. Не-не-не, вот когда автоматические изменения и фича, это я вот чрезвычайно против, и я тогда попрошу все-таки переделать фичу с нуля, а автоматические изменения сделать как-нибудь потом вообще, то есть они, в принципе, их сделать отдельно. Это да, но это как бы они не связанные задачи все-таки. Автоматические изменения – это совсем другая штука. Когда у нас производится предварительный рефакторинг для задачи, или задача производится в 3-4 этапа, это немножко другое. Ну, как-то так. Ну что, давайте посмотрим на самый главный наш опрос. Поменялось ли ваш взгляд на код-ревью после услышанного двухчасового нашего такого-то трепа, надеюсь, полезного. Вот я открываю результаты, в принципе, смотрите, 34 человека проголосовало, ну понятно, что уже под конец все подустали уже, кто-то не захотел, ушел, всякое такое, но тем не менее, смотрите, из этих 34 человек 47% ответили, что узнали новые практики, методы, хотят попробовать, и это очень приятно. Да, еще приятнее увидеть 15% теперь я вижу изъяны в своем процессах код-ревью, то есть увидели какие-то сложности. Вот, но еще остается достаточно большой кусок, по сути, четверть, 26%, что нет, мое код-ревью идеально, и вы тут нифига ничего не догоняете с вами четвером. Это к нам, кстати, обращаются, что мы ничего не догоняем с вами. Даже ты, Серега, даже ты ничего не догоняешь. Ну, как правило, человек, который делает доклад, он в этом ничего и не понимает. Нормально, да, 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 это нормальный best practice. Я думаю, что это вполне норм, потому что, как мы убедились, вот нас собралось здесь 4 человека, и у каждого есть какие-то пересекающиеся моменты, но даже в двух компаниях, в двух проектах, которые один человек, ну, например, я участвовал, практики были обоснованно отличные в одном месте и в другом месте, то есть сильно отличались. Я думаю, что вот у этих 30 человек, опять же, просто ситуация немножко другая, и поэтому практики, код-ревью у них немножечко разнятся. Вообще, все, что мы есть говорили, наверное, стоит воспринимать как возможные штуки, которые можно примерить по отдельности на себя, и какой-то там рецепт это брать готовый не стоит, потому что, ну, не весь тот open source похож на eFramework, не у всех такие масштабы, не у всех такие же пользователи вискейсы, не у всех масштабы Skyeng-проектов, не у всех там есть молотилки, как у Антона, и в то же время еще и доменные прикольные проекты, вот, но все у всех по-разному. Да, я думаю, что это на самом деле вот самое очень важное, Саш, ты мысль сказал, вот, что не надо, да, воспринимать тут наши какие-то там подходы, это прям как надо все бросить, все переделать, как у себя, и сделать, как мы сказали. Нет, это скорее просто нам хочется верить, что вот то, что мы осветили, высказали какие-то истории своей там жизни, свой опыт, они помогут вам лучше принять и попробовать какие-то практики, попонять, примерить их там на свою команду, на свою компанию, на свои процессы, и, возможно, что-то в этом улучшить. Вот, ну, на этом давайте, наверное, поставим такую, мне кажется, позитивную точку в нашем сегодняшнем выпуске, лайве, стриме, я даже не знаю, как это все назвать. Вот, скажем спасибо всем нашим, как это называется, зрителям, да, вот я все в аудиоформате все себя воспринимаю, поэтому простите меня, да, так сказать, зрителям кто-то… Зрителям и слушателям. Да, и, конечно же, слушателям, да. На перспективу говоришь. Да-да-да, но я еще просто не закончил. Зрителям, кто смотрел, там, задавал, комментировал, слушателям тоже, надеюсь, что будет интересно, не стесняйтесь, приходите в комментарии, пишите ваши замечания, пожелания, предложения, мы все их увидим и отреагируем там, либо там на YouTube, либо, если вы слушаете подкаст, то в подкасте, конечно же, в комментариях, вот, так что поддерживайте, становитесь патронами, кому понравился выпуск, это тоже приятно, тут у нас все есть, кстати, слушайте, пользуйтесь случаем… Серега, ты чего вообще… Я, Антон, вы чего стесняетесь, вот порекламирую, порекламирую ваши YouTube-канал. У меня нет патрона. Да, а, у тебя нет патронов. У Сергея, у Сергея, у Сергея Жука есть тоже подкаст «Между скобок», где он тоже зовет в гости разных интересных, так сказать, людей из мира IT, тоже с ними дискутируют на разные темы, вот, поэтому давай, не забрасывай, Серега, больше интересных, разнообразных подкастов. Вот, всем спасибо, давайте всем скажем «пока», а дальше кто еще остался с нами в онлайне, приходите в Zoom, после чатик, так сказать, можем там потрынгить обо всем. Все, всем спасибо. Пока-пока, спасибо. Всем спасибо, пока-пока. Пока.